вот тут подъехали философы лохель что история как наука что многие разделы философии все это субъектив щена а вот естественно уки в поле объективности хан ты же физик нафига тебе вся эта шляпа когда ты познал мир объективно ну условно зачем тебе мясо если у тебя есть борщ да там есть мясо внутри ну скорее зачем тебе борщ если у тебя есть мясо то есть зачем тебе сложно исследует физика исследует политика это история это место где какие-то идеи реализовывались где-то страстей да да физика это процессы глобальные природные там именно научные математические скажем так на процесс а вот андрей ты вот рассуди меня у меня тоже такой как бы вопрос был интересный вот ты как физик тоже мне интересно твое мнение смотри что многие люди вот опять же да разговор о том что есть физические законы они там либо объективные либо наиболее приближенные к объективности относительно вот там философских но мы берем какую-нибудь простую не знаю физическую константу там ускорение свободного падения да и мы же в нашем как бы физической модели мира да всегда пеняем на то что она как бы это определенная величина сколько там 978 я не помню я не ну допустим да то есть мы всегда рассуждаем с позиции того что это как бы константа но при этом даже на земле есть места где есть гравитационные аномалии где ускорение свободного падения будет меньше или больше ну просто так за там особенности рельеф то есть как бы статья гравитационной аномалии более того многие физические законы земли в космосе не работают по-другому все происходит и возможно там в иных вселенных скажем так да вселенных по-другому какие-то вещи происходят но это не отрицает того что здесь по большей части это это условно физика математика это все там то цифры точные я просто хочу сказать о том что вот меня беспокоит что здесь как бы мы за константу принимаем с обобщением что-то то есть мы уже какую-то погрешность да как бы такие ну на этом и закроем глаза похуй безусловно есть погрешность просто потому что еще наши системы наблюдения измерения и так далее и так далее наш в принципе весь аппарат человеческий еще мы не находимся на самом топовом уровне это сколько как бы истории науки там сквозь много лет да там люди наблюдали за отрели и гори там делали выводы что там целое создает из изма из малого но все равно намного еще предстоит уточнить и увидеть но как бы общую картину которую мы себе представляем она научная и она как бы в целом отвечает каким-то вещам они это не это не прям неизменные вещи как многие думают что у нас все идеально еще мы сам кто-то считает что есть такая фигня еще вот мы к ней скатиться часто такое есть что человек всегда думает что если он что-то не понимает значит этого не может быть то есть ставит себя на самый высокий уровень как бы развития всего в принципе как бы процесса природного и считает что вот если вот не он не может понять значит этого нет условно что ничего не было до большого взрыва значит ничего не было но это на данном этапе мы так ты не понимаешь это все и может быть твоя модель гомо sapiens sapiens не понимает это данный момент какие-то более сложные вещи позже поймем или никогда что-то можем не понять что это в принципе но как это как свою же систему мы не можем измерить изнутри до изнутри коробки но в целом мо это рабочие вещи получается не вещи рабочих сто подова но как бы тоже получается же субъективно Не субъективно, это ты можешь измерить Скорость, свободную скорость падения Ты можешь измерить Я к тому, что Субъективность с человеческой точки зрения Мы все равно это только как человек можем И познать, и померить, и так далее То есть это же тоже мы претендуем на объективность Что оно всегда так А нет другой объективности Как вне человеческого То есть ты не можешь сказать, что вот если наука Она все равно субъективна, потому что она внутри человека Но вот есть какая-то модель, которая Как бы все объяснит И так и так ты будешь, все системы, условно, мышления, объяснения мира, ты будешь через человеческое мысль. Вот, так может и нет никакой объективности тогда, может быть. Ну, объективности, ну, смотря в чем ты это выражаешь. Есть объективность в том, что в дне, там, 24 часа. Есть объективность, это как бы, ну, это исследовано. Ну, подожди, а хорошо, у нас даже в месяцах, вот даже месяц, да, бывает в январе 28 дней, бывает 20 дней. Да, конечно, но это, потому что это системы, они, ну, они не могут быть, это не просто какой-то кусок такой, дерево, из которого ты не можешь выбраться. Как бы выбил, там, и все. Мне кажется, что большой церкви, это аммигинация, сплошные черные дыры, сейчас есть колебания. Ну, вот, я, как бы, часовые пояса тоже же, как бы, надстройка. Вот если ты живешь там на стыке часовых поясов каких-нибудь, и непонятно, у тебя там сколько времени, уже там 9 или еще? Много, много субъективности, условно говоря, когда уравнение решает, что пусть х квадрат будет равен у, и через этот у ты решаешь уравнение. Ну, вот, я об этом говорю. Я не знаю, как это может быть, но это допущение в конкретном этом уравнении, но многие, многие вещи другие математические, они доказаны, они доказаны многоразовыми практическими экспериментами. Они субъективны, ты можешь трактовать их по-разному, но они существуют. Когда философию ты никак не можешь измерить практически. Кто-то скажет просто, что неважно, мне это ничего не говорит, там, и так далее, это другой уже вопрос. Ну, в любом случае, видишь, мы говорим как бы о том, что преимущественно, да, преимущественно так и есть, как бы преимущественно это правда, но на абсолютную истину тоже как бы не тянет. Ну, абсолютная истина это не предмет научного исследования, абсолютная истина. Абсолютная истина это гуманитарное знание, которое претендует, там, какой-то смысл претендует на, что моя истина, она объясняет лучше, чем твоя истина. И говорят, это моя истина абсолютная. Но, смотри, а вот тут тогда, если не то, не то, не абсолютная истина, условно, а чем тогда, как бы, отвечаешь? Это, в принципе, не, 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 это манипулятивный термин абсолютной истины, что ничто не абсолютная истина, поэтому термин этот, зачем вообще, в принципе, нужна абсолютная истина? Ну, чтобы как бы быть уверенным в чем-то, чтобы прийти к какому-то заключению, которое могло бы быть... Не, я объясню. Абсолютная истина нужна за тем, все вообще стремятся к поиску абсолютной истины, потому что любая какая-то непреложная, не подлежащая сомнению, да, там, аксиома, константа и так далее, которую не получится деконструировать, она фундаментально изменит вообще представление людей о всех вещах. Если будет что-то, что нельзя изменить, да, и никак нельзя, там, нету никаких погрешностей... Есть такая истина, просто с ней люди не готовы на данном этапе своего психологического, умственного и всякого ментального развития смириться. Абсолютная истина заключается в том, что в жизни смысла никакого нет. Жизнь произошла без смысла, потому что колебание смогло произойти в каком-то там определенной системе, где вот как бы вот так вот дернулась волна и все. Понимаешь? Потому что смогла произойти, просто был всплеск, который, то есть сам, сами эти изначальные предчастицы, они вот как бы свою волю к жизни проявили. В этом смысле никакого нет, просто потому что могли, мы живем, потому что можем жить и сами себе придумываем различные занятия для этой жизни. Ну, смотри, так, получается... Вот, это является абсолютной истиной. Вот, и получается тогда, что и в жизни есть смысл, так вот и воля она, как бы, что мы живем в отголоске воли частиц, которые проявили свое, как бы, желание жить. То есть, получается, что... Это не желание было жить, а это просто была их единственная какая-то возможность, там, это всякое может быть, то есть этому ты не можешь дать точное объяснение, потому что этому, может быть, на эти частицы, там, как некие теории о том, как случился особо качественный переход от, типа, приматов к высшим приматам, что люди, которые приматы жили в том месте, возможно, там была повышенная радиационная активность, радиационный фон, и он их, как бы, понимаешь, как яд, да, там, типа, может лечить в виде лекарств, может убивать. Как обычное радиационное излучение, это, как бы, строго негатив, но какое-то его непродолжительное влияние на это гипотетически могло вот к этому привести. Это там считается совокупность факторов, противопоставленный палец, спуск, там, в воду, прямохождение и так далее. Ну, и в том числе, может быть, такое быть. То есть, ну, ты не смотришь, видишь, смысл, люди ищут объяснение часто там, где они не могут понять, что может и не быть объяснение. Так бывает. Ну, наверное, но я вот не согласен, что в жизни нет смысла. Мне кажется, что, как бы, смысл есть, потому что, ну... Смысл жить есть. Не, я понимаю, я имею в виду именно глобальный, потому что мне кажется, что все-таки возникновение сознания, это некоторый, как бы, это, как сказать, это что-то, именно вот этот импульс сознания, это что-то, что лежит за пределами, там, каких-то физических моделей бытия и так далее, что это какая-то более... А смысл тогда, где присутствует в этом уравнении? Ну, вот надо искать, зачем сознание, как бы, понимаешь, нужно... А мне, например, условно-философски я могу с тобой поспорить по поводу смысла. Я бы не хотел, чтобы в жизни был смысл, потому что этот смысл, который может там быть, он, значит, меня уже определенным образом будет настраивать на эту жизнь. Значит, то, что, типа, я должен обязательно вот, чтобы иметь смысл, вот нужно вот так вот. Видишь, получается, ты не хочешь его знать, то есть, какая разница, есть он или нет. Тебе важно, чтобы он не влиял на твою жизнь просто, то есть, ты хочешь, как бы, сам, ты хочешь сам выбирать направление своей жизни, как бы, как раз смысл... Ну, не то, что я сам хочу выбирать, потому что я так гордо иду и так далее, но, в принципе, мне кажется, было бы достаточно унизительно жить по чему-то глобальному промыслу и замыслу. Это выглядит так себе. А ты живешь, получается, стремясь не допустить возможности влияния какого-то глобального промысла. Хотелось бы, потому что в целом это определенное научное такое ощущение себя, когда ты сам себе отдаешь полностью отчет во всем, ты себя не обманываешь, и ты, ну, как бы, держишь себя в какая-то чистота твоя какая-то, мышление, то есть, на тебя... Ну, а чем твоя самость, вот это не смысл жизни, чем, как бы, это не цель, чем это не содержание? Ну, это, ну, просто цель, как жить только, чтобы никто на тебя не влиял, как будто такая борьба, вечная борьба, она тоже, это не очень, мне кажется... Это антихайп, есть такое ощущение. Не кажется ли тебе, что вот... Ну, может быть, видишь, если так можно говориться до того, что антихайп это... Большой взрыв и есть антихайп, понимаешь? Ну, такая, вот, минусы будут, я считаю, что вообще, как бы, если вселенная стремится, все стремится к покою, все стремится к антропии, к отсутствию движения, то любое движение есть антихайп, да? Ну, не согласен, не согласен, в том-то и дело, что, как тебе говорят, там, инь-янь, там, добро и зло, одновременно, одновременно, как бы, как бы, вселенная наша, вот она взорвалась, и мы, как бы, появились, да? Ну, в концепции или в тех ситуациях, которые я верю и точно знаю, да? Она взорвалась и, как бы, нас создала через, там, много миллиардов лет различными процессами. Но, в то же время, этот взрыв, как просто, как в жизни, это начало, начало конца, потому что, расширяясь, вселенная разлетается и однажды разлетится настолько, что мы все разлетимся на мелкие-мелкие, как бы, составляющие, понимаешь? То есть, ее жизнь, ее порождение чего-то является одновременно процессом смерти. Ну, а вот, кстати, смерть тебе, чем не смысл жизни? Что все живые организмы существуют, чтобы умереть? Вот это абсолютно истина, кстати, непреложная. Ну, да, да, согласен. Ну, неплохо звучит, в принципе, интересно, да. Если к этому не подходить интеллектуально, в смысле, что мы должны, там, жизнью попрать смерть, там, не допустить ее в веках остаться, и так далее, очень такие, да, эгоистические, эгоцентричные, такие, идеалистические. То, ну, да, походит на то, если отнестись к этому, видишь, христианство смерти, это плохо всегда, потому что все боялись, там, потому что не гарантированно, куда ты после смерти попадешь. А если других культура, где люди смерти не боятся, то для них не является это сложным словом и сложным понятием, над которым, как бы, тяжело рассуждать или как-то тревожно. Мне кажется, я бы хотел так жить, чтобы вот как раз, я понимаю в этом плане твое нежелание какой-то сверхидеи, да, принадлежать и потворствовать. Вот я бы хотел, чтобы смерть, чтобы факт непреложной смерти, он не влиял на мою жизнь. Вот у меня такая цель, как бы, я хочу жить, не беспокоя, но это такая маленькая цель. Ну да, но в нашей культуре, видишь, проблема в том, что мы выросли так или иначе, да, в своих вот этих культурных традициях, в языке, в которых присутствует слово смерть, оно всегда будет негативное, уже. Ну да, да. Поэтому в нашей системе мы так выросли и так далее, это является проблемой, условно говоря. Этот вопрос является проблемой, а для других является. Так, я хочу еще поговорить. Гравитационно-постоянное ускорение свободного падения не константа, она зависит от расстояния до центра Земли, а в космосе работает уже общая теория относительности, а не закон всемирного тяготения. Ну вот нет констант тогда вообще, нет царей, нет богов, как бы, понимаете, все. Большой пук, мне кажется, что большой взрыв это аннигиляция сплошной черной дыры, и сейчас все затянет в черную дыру, и все потом опять взорвется, и все опять по новой. Может быть, кстати, может быть, может быть. А черная дыра откуда взялась тогда? Черная дыра, ну, откуда она взялась? Все возникло впоследствии большого взрыва. Там есть еще эта темная материя, ну, черная дыра состоит из темной материи, короче. Ну вот мне просто, понимаешь, как бы, когда мы говорим о действительно каких-то вопросах, я не слишком сведущ в вопросах космоса, да, и вот этой вот астрофизики какой-то из сложных материй, но каждый раз, когда я об этом что-то слушаю, лекцию или еще что-то, там от определенного момента, то есть все четенько, 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 а потом в один момент начинается как-то очень романтически это все. О романтических вещах уже начинаются разговоры о каких-то вот типах. Ну, опять-таки, наука не претендует на то, чтобы обязательно все объяснить, рассказать. Это только теологические люди претендуют на то, чтобы все обязательно описать. Наука часто говорит, мы тут не знаем, мы тут вот не это. Ну, не видишь, а просто и есть. Но наука в то же время дает больше объяснений, чем всякие, лично для меня и для многих-многих-многих людей, чем всякие теологические, очень абстрактные вещи, когда тебе просто нужно во все поверить, а потом с каждым годом ты говоришь, а вот это, это же образ был. Они говорят, да, это образ. Ну, зачем мне тогда, как художественную литературу, окей, я буду рассматривать, но если поинтереснее книги. Я считаю, что вообще, как бы, теологические все штуки, они предметные и интересные, ну, как предметные сильно сказаны, интересные в рассуждениях именно о каких-то вот сложных вещах, да, как бы, о вопросах познания, о вопросах, там, трансцендентных. В предметном именно отношении, да, в, как бы, бытовом, например, естественно, наука выигрывает, не то, что выигрывает, научный метод просто более совершенный, потому что он дает гораздо более релевантные результаты. Но когда мы говорим о таких материях, которые ни наука не может обработать, да, познать, осмыслить, ни теология не может выдать какой-то там конкретной, да, базы фактической, они начинают находиться в одной плоскости. То есть в жизни-то, в обычной человеческой науке... Не, ну про чувство любовь тебе там, конечно, наука не скажет, так, как ты хочешь. Религия, как бы, она не то, что роляет, но она конкурентна в вопросах трансцендентных, а в бытовых, ну, конечно, блядь, я не буду... Смотря для кого, для меня вообще это, я и вообще не рассматриваю это. Вот мне просто, я никогда ни разу в жизни не обращался, не обращаюсь, если лекции какие-то по теологии читал, слушал и так далее, они мне все кажутся неубедительными. И это зависит от человека, от того, в какую сторону он, ну, просто настроен, его аппарат того, что вот, ну тебе нравится вот то-то или там, и то-то, ты видишь смысл в определенном аппарате, да, в определенных системах и так далее. У меня вообще теология, ну, в принципе, она мне неинтересна. Ну, я не знаю, я вот... у меня, ну, как мне кажется, как бы трезвый, научный взгляд на вещи. Мне это не нужно. Для меня это не требуется. Что такое воспринимание? Что такое воспринимание? По Богу, вот, как бы, это как? Ну, воспринимание, по Богу, это ходить в церковь, делать причастие в первую очередь и так далее. Это вот, как бы, многие просто думают, что, многие говорят про Бога, что они там Бога верят или еще что-то, но не делают ничего, что, как бы, написано в их культуре религиозной и ничего из этого, но говорят, что они верят в Бога. Ну, вот, меня, кстати, тоже по Богу не воспитывали. Можно сказать, что у меня были, как бы, семья, не то, что они были атеисты, то есть у меня были какие-то, да, предметы христианские, там, например, в жизни, там, бабушки, дедушки, да, какие-то они там присутствовали, но никто мне не пытался как-то обосновать бытие этим или навязать. То есть это мой личный интерес. И я скажу, что мне не столько теологии интересно, сколько религиоведения, именно опять же, то есть это можно сказать, научно-исторический взгляд на феномен религии. Я вот, блядь, смотрю на какой-нибудь готический собор, или там, на Исаакиевский собор, вот я прихожу, смотрю и думаю, люди это построили, не имея технологий, ну, таких, как сейчас, да, просто на своем волевом решении воспеть Бога. Они так сильно в него верили. Почему ты считаешь, что для того, что они построили, нужны были какие-то сверхтехнологии? Эти технологии были к тому времени и вполне... Не было мотивации, понимаешь, не было сверхидеи такой, как бы... Почему? Всегда, как бы, всегда офисы культа во все, как бы, времена уже государственные, когда уже пошли города-государства, культ всегда себе выстраивал определенные такие штуки. Ну, в них искусство проявлялось, конечно же, потому что человек не может делать все... Этим он и отличается, там, от менее развитых существ, тем, что он всегда везде привносит частицу себя, красоты, там, долгое время развиваются какие-то направления в строительстве, там, вайбы того, как церкви строить и так далее. Я не вижу в этом ничего особенного. То, что, ради бога, ну, это делали, да, условно говоря, но это старые древние традиции до того, как еще изобрели монотеистического бога, а не пиды. Ну, и зиккураты, зиккураты, пирамиды и разные другие религиозные строения. Вот какая, как бы, все-таки сила, если говорить даже о, ну, фактических вещах, какова сила? Как это инструмент власти был. Сила в том, что было, что это был офис властных структур, которые таким образом показывали. Они строили... Вокруг была там грязь, разруха, буйствовали болезни. Они строили огромный готический собор, который внушительно выглядел на этом фоне. Загоняли туда людей, говорили, грядет апокалипсис, смертный суд, вы грешны и так далее. Держали их в ужасе. Средневековое население Европы было в ужасе, когда ждало пришествия и спроса за все грехи. На фоне этого... Мне кажется, что население мира, в принципе, в ужасе. Большинство людей, мне кажется, как бы это нормально для человека пребывать в ужасе. Но это такое, рассуждение уже, как бы, кажется, пространное. Поэтому эта вера в Бога, как бы, понятно, что она присутствовала, но оно делалось не потому, что мы... Как, условно говоря, почему один думал, я построю собор больше, мощнее другого, потому что таким образом он говорил, что, типа, я лучше верю в Бога. Он таким образом показывал свое, как бы, как в Дубае сейчас вот эти строят искусственный остров, там, и так далее, и так далее. Это они таким образом показывают свою силу, экономическую власть, и, как бы, посмотрите, и на многих это влияет. Сколько наших с тобой сограждан едут в Дубае, мечтают о нем, и считают, что это, как бы, примерно... Такого, как бы, сила объединяющая. Сколько католицизм объединил народов, да, по всему миру? Сколько было там... Понятно, что не все... Это экономическое было объединение. Не все это, но все равно предиктованы религиозные идеи. То есть не нашлось же нерелигиозной идеи. Ну, религиозная идея, это религиозная идея, это все равно идея для того, чтобы по-хорошему или по-плохому, это неплохо, но для того, чтобы консолидировать власть. Для того, чтобы несколько племен вместе слепить и противостоять под этим, как бы, городом объединенным, да, из нескольких племен, противостоять другим мудакам, которые набегают, и таким образом им нужна, как бы, определенного рода кто-то верит, кто-то нет, ну, определенная верхушка, которая их всех стандартизирует и дает один... Потому что, когда люди верят в разных богов, у них разные традиции, разные, один так ведет свой быт, другой так. Кочевники вообще не оседлые, они кочуют и все, им что там, с кем объединяться, они откочевались, ебались, понимаешь? Это конкретная вещь, не которая из абстракции какой-то возникла, а эта вещь возникла из практических требований, как бы, какого-то такого грубого времени. Просто потом уже искусство стало нагромождать это все, какие-то более сытые времена дополнительными смыслами того, что вот мы только ради Бога и пойдем, и пойдем, и пойдем. Крестовые походы, они как бы ради Бога ходили завоевывать Константинополь, Иерусалим, да? Только с целью, как бы, захватить себе этот, как бы, ну, как бы, захватить город себе и обладать им, как бы, ради, потому что он божий, как бы, город, но в то же время это, как это, типа, по сути, агрессия военная ради того, чтобы властный элемент себе занят. Мой вопрос. Если тогда религиозную идею на мировой арене в виде вот этой, как бы, функции консолидации власти сменила национальная идея, почему не критикуем вот так национальную идею, идею национальных государств? Я думаю, что я критикую национальную идею, мне кажется, что национальные государства являются абсолютно неактуальным, абсолютно неактуальным образованием на нашей планете, мы все примерно являемся плюс-минус одним гомо-сапиенс видом, и перед нами стоят в будущем такие вызовы глобальные, экологические, там, научные, там, вызовы, там, выживаемости, будущих угроз и так далее, когда национальные эти вещи нам только мешают, каким-то образом объединившись, решать более сложные вещи. Я критикую национальную идею. Но без такой, ну, видишь, без такой идеи получается, а как тогда возможна консолидация власти? Даже не власти, а как консолидировать людей, если не сверхидеи? Власть, ну как, ну, консолидировать людей можно, не через сверхидею, когда человек добивается определенного уровня, как бы, условно, комфорта или экономического развития, соответственно, он закрывает для себя базовые потребности, он может себе позволить какой-то уровень образования, он понимает, что, типа, он не может мыслить только эгоистически, а может мыслить и, как бы, помогать другим, кому там, условно, там еще не получилось добиться каких-то вещей, понимая, что это просто, ну, как бы, земля, один взаимосвязанный сосуд, который, ну, типа, если где-то будет экологическая катастрофа в каком-нибудь там, в Африке или где-нибудь далеко-далеко, она, как бы, по всем ебнет. И ты не отсидишься, то, что там, типа, а, ладно, там страдают какие-нибудь малазийцы, мне-то что, я здесь вообще в другом, там, на севере. Это, как бы, у нас не такая ужина большая эта планета и, как бы... Ну, да, но как мы тогда оказались в ситуации, что мы живем в эпоху с, мне кажется, наивысшим уровнем образования, распространения образования среди людей? Ну, оно неоднородное, это неоднородное, это так с белой точки зрения, белого цисгендерного мужчины. Не, ну, подожди секунду, но есть статистика, если мы сравним, как бы, количество людей, которые умеют писать, например, сейчас и там сто лет назад. Конечно, но это не одинаковый уровень образования, то, что кто-то умеет писать и читать, это не значит, что перед ним ровно такие же, вот, условно, житель Нидерландов там определенные перед собой проблему видит, а житель того же условного Таджикистана точно не может себе, это когда люди, людям приходится там бесконечно работать, в том числе покидать свою страну, там, для того, чтобы его семья жила, потому что в своей стране они пока не имеют того уровня разного экономического, ну, как бы, по разным причинам экономического развития, чтобы уже являться, там, частью глобального решения проблемы. Получается, дело не в уровне образования тогда? Дело в уровне образования, безусловно, дело, он напрямую связан с определенным экономическим уровнем, от которого человек может освободиться от излишнего труда, который присутствует в его жизни, который занимает все его время, бытовые вызовы все, когда ему, он находится в определенном уровне, не, как бы, небезопасности своей жизни, как бы, ну, не чисто, чисто бытовой, да, это позволяет вместе, там, решать какие-то проблемы, там, типа, переходить на более экологическое производство, условно говоря, там, типа, не, там, как бы, агаря излишне, там, типа, не, как бы, не, как бы, невосполняемые всякие породы не добывать и так далее и тому подобное. Получается же, это уровень комфорта, получается, а не уровень образования, то есть уровень образования это одна из, как бы, кирпичиков, а вопрос... Ну, комфорт, ну, как бы, относительное слово такое, очень какое-то заряженное определенным образом, которое применить можно, ну, минимум образом, как бы, уровнем тогда дискомфорта, скажем так, да? Ну, контролируемый, видишь, опять же, ты вот говоришь о том, что, да, люди слишком много времени тратят на труд, да, чтобы обеспечить свои потребности какие-то, но при этом, если у них будет больше закрытых потребностей, меньше, например, меньше времени им будет требоваться для труда, то в целом будет снижаться какая-то трудовая активность, да, и люди со временем, например, разучатся... Так, ну, в целом не должны трудиться, люди должны настроить всяких роботов и людей, которые могут выполнять всю самую грубую и не, как бы, квалифицированную работу, а являться только операторами этих процессов или, что совсем связано с тонкими всякими вещами, заниматься как бы самым верхом. Смотри, но мы же, получается, тогда ближе, чем когда-либо к этому сейчас, ну вот. Ну, все относительно. 200 лет назад можно было сказать, что мы ближе к чему-то там, что 100 лет назад, но в то же время мы ближе к взаимному уничтожению через всякие политические... Вот, уровень консолидации-то при этом не растет, хотя, казалось бы, вопросы там голода, образования, труда идет, ну, позитивная динамика. Люди более сытые, более безопасны им и более, как бы, есть у них больше возможностей, чем там 500 лет назад, а уровень консолидации только хуже. Вот почему так-то? Потому что у нас недочитанные. Да-да-да, вот из-за этого, из-за этого. Юдин. Нет истины только в том случае, если понимать ее с позиции реализма, то есть как нечто абсолютное, неизменное, не зависящее от перспективы. Ну, так я и не реалист. Так я не понимаю, зачем, в принципе, истина. Что она тебе даст? Что истина, типа, вот правда. Истина... Это манипуляции какие-то, какие-то... Истина – это бог. Истина – это всеобщий закон. Вот, а он продолжает, Юдин. Истина же пластичная, непостоянная и перспективная существует. В противном случае, никто из нас не смог бы ни действовать, ни существовать. Так это относительно истина, это бытовая, типа, то есть, как бы, кто прав, да, там, тот, кто украл корову и говорит, что не украл, или там, кто, кто говорит, что украл. Да, естественно, тут есть правда определенная, да, на стороне одного. Но абсолютной правды, что, как бы, нет, кто знает истину абсолютную, да, тот владеет миром, потому что понимает, по какому принципу... Так сказано в книге лучшие цитаты века. Ну, блядь, ты понял. Юль, передаю за проезд, стыдно ехать за этим. Спасибо. Юль, соль является соленой, а сахар сладкий, а огонь согревает – это истина. Кто думает, иначе отрицает, что это истины, пусть научится есть соль и чувствовать во рту сладость или охлаждать воду огнем? Это кому... Слушайте, вопрос солености, вот это тоже, где-то у тебя язык так, как бы, организм твой, да, так существует, такой у тебя язык, что ты чувствуешь солено. А ты умами вкус чувствуешь? Почему вот западная цивилизация не смогла умами выделить как вкус, а восточная смогла? Как вы можете говорить, что вы что-то там производите, если у вас умами не поздно? Как вы работаете умами, если не поняли умами, понимаете? Вот. Спасибо, что объясняешь Букеру базу. Это важно для того, чтобы Букер понимал не только то, что понимает, но и то, что еще пока не понимает. Ну, я бы поспорил, что это база, но это точно имеет место, это точно нужно. Какая разница? Это моя база. Я считаю, что вот эта база испортила дискуссии. Все люди, вот, абсолютная истина, это вот база, когда люди говорят, ну вот, выдал базу, это база. Вот они в эту как бы спекулятивную лакуну и попадают, что они думают, что где-то есть правда. Вот, что-то я не помню, кто, Хесус, по-моему, проводил, он там политические дискуссии проводил, да, какие-то, и он говорит, что да вот, говорит, вот база. И он открывает, и у него там буквально какой-то, ну, некий документ, где вот прописаны, да, сразу какие-то его там позиции, ответы на вопросы, всякая такая хуйня, прям вот сформирована. Он говорит, вот же, все уже написано, есть база, да, что вы еще мне мозги ебете какими-то вопросами. Вот я думаю, что это и убило дискуссию, как бы. Вообще, надо антибаза, надо отказаться уже от базы. Не должно такой хуйни быть. Антибаза. В смысле нет констант, Федя, а как же число пи, допустим? Отношение длины окружности к диаметру, это постоянное. Так вы можете за... Так, я не владею вопросом, честно могу сказать. Просто возьми циркуль и вот так вот нахуярь кругляшок. Блядь, ну за циркулем надо идти. Не могу сейчас, как бы, подискутировать на эту тему, не владею вопросом. Я не знаю, я знаю, что число пи длинное, не знаю, есть ли оно, как бы, конечное, зафиксированное. Можно ли написать все число пи, то есть вот точку поставить, сколько там знаков? Кто-то может. Не, ну это возможно вообще? Вот ты мне скажи. Да, можно. Да, это дело не в том, что ты до тысячных там напишешь и так далее, а в том, что, в принципе, оно даже в грубом своем понимании выдает какую-то точность. Ну вот, понимаешь, тут вопрос, как бы, вопрос же не в, типа, не в возможности выдачи точности, а в точности этой точности, да, в ее абсолютности, опять же. То есть нужно же, как бы, если мы говорим о каком-то непреложном факте, да, константе, ну и она должна тогда быть четкая, не должно быть потенцией. Ну я не знаю, мне кажется, это, вот я не понимаю, почему. Я знаю этот, как бы, такой тезис, который ты двигаешь. Я не понимаю, зачем людям вот так вот надо. Они как будто, ага, вы не верите в Бога, а тогда точное число пива даже не можете написать. Ну, как оно одно с другом относится. Мне просто кажется, что покуда нет абсолютной точности фактической, то все эти рассуждения находятся плюс-минус в одном пространстве. Какое-то ближе к истине, а какое-то дальше. Не знаю, не согласен, не согласен. Слушай, ну это как... Абстрактная вещь, что Иисус воскрешал рыб, или, например, кормила там рыбина и воскрешал тех, кто не мог идти, точно не лежит в одной и той же плоскости, как мы можем измерить там скорость самолета летящего там, да, или еще чего-то. Ну, тут понимаешь, в чем дело. Аналогия не является аргументом, конечно, в правилах спора, но я все-таки приведу аналогию. Не считайте ее за аргумент. Для меня это как склад сломанных запчастей. Какая-то более сломанная, какая-то менее сломанная. Ни одна из них не работает. То есть какое-то у них качество, там, сохранность лучше, у какой-то хуже. От какой-то один винтик остался, а какая-то почти целая. Но ни одна из них не работает. То есть вопрос в этом. Я же стремлюсь... Не знаю, мой самолет летит. Вот я точно знаю, что самолет летит, и на нем из точки А в точке Б доберусь, а человек точно не мог воскресить мертвого. Даже если он был крутой, там, Иисус и так далее. Погоди, как это не мог? А ты, ну ты же, как бы, все равно это же, видишь, это же, как бы, твоя теория, да? Ты же не можешь фактически утверждать? Да, слушай, даже если мы забьемся однажды на все времена, во все времена, на миллион долларов, я знаю, что я победю в этом вопросе. И ты знаешь, что это так. Так смотри, как бы, знаешь, ты вот такой момент. Ты говоришь, что ты знаешь, что победишь. То есть у тебя, видишь, есть какое-то знание непреложное, абсолютное вопрос. Ну как, это же очевидно, потому что то, что мертво, не может. Умереть не может, понимаешь? Я просто думаю, что это тоже у тебя в плоскости веры находится. Просто ты не хочешь как бы... Я уверен, я уверен, что... Ну как, я знаю. Ну подожди. Что такое, как бы... Так давай, тут надо, видишь, условиться о терминах. Что такое воскрешение тогда? Ну вот, начинается сразу манипуляция такая. Нет, почему манипуляция? Я говорю, давай, наоборот, избежим манипуляции, забьемся в терминах. Что такое воскрешение тогда? Воскрешение, это когда... Это все просто. Вообще все просто. Когда человек был мертвым, то есть очевидно отсутствовала в нем жизнь. И после этого в нем, после манипуляции или различного колдовства или разных других приколов, в нем жизнь стала присутствовать. То есть это... Это не про Иисуса, а он там это как бы лечил, поднимал на эту... Ну подожди, смотри. Коллег там, вот это все. Реанимация. Это воскрешение? Реанимация? Ну хорошо, тогда мы там, во-первых, в этом мифологическом сюжете, когда человек там был воскрешен, он лежал какое-то продолжительное время дольше, чем может быть вот этот зазор между отсутствием биения сердца и снова запуском его, понимаешь? Смотри, но я-то что хочу сказать, что и вот раньше, например, до изобретения дефибриллятора, да, не было возможности там реанимировать человека, например, там, ну после определенного времени, когда там, не знаю, не помогает непрямой массаж сердца, ну условно, допустим, я тоже это все как бы, я об этом не точно утверждаю, рассуждаю пространно, пытаюсь донести свою мысль. То есть потом это как бы время пролонгировалось благодаря тому, что был изобретен дефибриллятор. То есть в целом возможность того, что мы можем считать воскрешением, она имеется. Делал ли это Иисус или нет, я не знаю, меня там не было, я не могу утверждать, но сама потенция-то есть. То есть человека можно воскресить, просто Иисус этого не мог сделать, понимаешь? Но это же возможно. Ну, опять манипуляция, мы же конкретный случай рассматриваем, когда там человек продолжительное время был мертв. Мы говорим, понимаешь, Иисус не конкретный человек, вообще допустим. Ну, ты можешь как бы себе поаплодировать, потому что как будто ты, вот этот маленький тоже, видишь, ты как бы против, ну, как бы это не истина, потому что ты взял такую ситуацию, как бы такую, да, она как бы тоже этически сложная и рассказываешь про то, что вот как бы, типа поймал, как будто ты меня подловил, что-то, то есть, ну, тебе нужно... Это ты меня не подловил, видишь, ты меня пытался подловить, но как бы не смог. Но ты был, это было близко, как бы, это было близко. В этом и ценность всех этих, мне кажется, дискуссий по хуй меня вообще, воскрешал Иисус мертвых или нет, на мою жизнь это никак не будет. Ну вот, но ты попытался объяснить, что я не прав, когда ты меня на вот какой-то крючок такой вот этого, как бы прикола такой, логический какой-то вот, зазора этого логического, то есть ты не можешь объяснить его в других каких-то философских термах и так далее. Я просто пытаюсь... Нет, это, кстати, это абсолютно философский метод, это софистика чистой воды. Я просто хочу донести, что нету никакой... Нельзя даже утверждать что-то абсолютно. Мои утверждения эти, они все равно относительные. Ты как бы принимаешь... Ты такой, с высокой долей вероятности это не могло произойти. Безусловно. Но вопрос просто в доле вероятности, как бы. Не более того. Когда-то люди думали, что с высокой долей вероятности, там, я не знаю, нельзя передать... Сейчас мы думаем, что с высокой долей вероятности невозможно передавать электричество без проводов. А может, уже и возможно. А сто лет назад люди говорили, что с высокой долей вероятности это невозможно. Так, когда они говорили, что электричество по проводам, они вообще, в принципе, про провода эти не знали. Как только это электричество появилось, и провода определенные появились. Но видишь, вот есть же как бы... Мог ли Никола Тесла передавать ток без проводов? Да? Миф есть такой? Да, миф такой есть. Фактического подтверждения нет, но и... Но потенция этого присутствует, мне кажется. Ну, возможность присутствует всегда. Конечно. Конечно. Возможность того, что гипотетически Иисус, воскрешая кого-то там, например, просто поймал человека со слабым дыханием и как бы вернул ему и сделал его сильным дыханием, это раздули, что он был мертвый и стал это. Да. Но если конкретно размышлять про вот это, ты сам понимаешь, что такие процессы невозможны. Мы просто говорим, видишь, об Христе вообще как о человеке, который, возможно, был очень давно, этому очень немного свидетельств, а все свидетельства, которые есть, переработаны в результате, блядь, движений человеческой цивилизации десятки и сотни раз. То есть мы... Это пятикратно переваренный кал, да, современная, как бы то вот наш базис, на котором мы рассуждаем. Да, но почему-то пятикратно, я согласен, десятикратно, но почему-то все еще многие достаточно простые, не буду говорить базовые, изначальные вещи непонятные. Ну вот есть вопросы, понимаешь, когда нам... Да, эти вопросы все давно объяснены, они не являются... Что самое интересное, какими-то люди цепляются за них, думая, что это каким-то образом обеднит их или унизит или еще что-то, когда эти все вещи, наоборот, делают жизнь этих людей. Это знание делает жизнь этих людей, сомневающихся в этом знании, лучше. Это как те лудиты, которые, да, гипотетически они решались работы в данный момент, но в целом новые станки принесли пользу им, потому что высвободили их труд и сделали его посильнее, удобнее и меньше затрат. Я просто нахожу в этом еще, знаешь, научном подходе очень много высокомерия. Люди, которые как бы приверженцы научного подхода, они стремятся обесценить любой другой подход, говоря, что... Ну так это к людям претензия, дело-то не к научному знанию, а к тем людям, которые научное знание неэтично несут. Вот, так не, конечно, это вопрос... Так это к людям претензия, а не к тому, не к тем концепциям и доводам, которые они собой несут, нет? Ну это же, как бы, возможность еще и, да, троллинга некого, да? То есть, ну, вот такого, как бы... Не то, что даже троллинга, мне просто всегда хочется дать... Я такой солипсист, и мне хочется людям, как бы, объяснить, что не все, блядь, абсолютно в их жизни, даже если им кажется, что оно абсолютно. То есть, понимаешь, любое ваше истину, ваше знание можно попрать и достаточно легко. Вот и все, как бы. Не знаю, не знаю, смелое, смелое заявление. Ну мне так, мне так кажется. И кажется, что любое, как бы, люди утверждают, что что-то так и никак иначе, в этом все равно присутствует вот этот элемент... Скорость самолета, она вот прям вот летит, он под тем физическим законам, которые вот только так и никак иначе. Потому что иначе... В смысле, естественно, так, как бы, ну, безусловно. Так, ну, а какой скорости самолета, мы говорим? Это же не константа, он летит столько, сколько может. Ну, условно говоря, я тебе понятно, что говорю не про конкретную скорость самолета, а про те силы, которые его поднимают. Они конкретно просчитаны и доказаны. Безусловно. Ну, даже тут вот представь себе такая ситуация, что... Человек, вот как, смотри, мы говорим... Все, что мы знаем, все, что мы открываем, понимаем, о чем рассказываем, мы с помощью человеческого аппарата восприятия, да, это, как бы, воспроизводим. А теперь ты говоришь, что вот скорость самолета, она такая, какая есть. Но человек же, находясь в самолете, не чувствует эти 800 километров, да? Ему кажется, что все двигается достаточно медленно, хотя все двигается очень быстро. Насколько восприятие наше несовершенно относительно объективных физических законов, а мы этим восприятием все меряем, в том числе и эти физические законы. Можем ли мы себе доверять вообще? Я могу себе доверять. Я не собираюсь вот эти, как бы, заламывать ручонки и говорить, блин, я знаю, что я ничего не знаю, так и это. Все четко, все четко, все объясняется без всяких проблем. Я не понимаю, почему люди вокруг этого устраивают срач и, типа, говорят еще потом, ааа, вы не правы, вы не правы. Ну, не очень-то оно чертко, не знаю. Все, что работает в этом мире, все, что ты делаешь, это сделала наука. Наука, не вера в Бога, не вера в истину, не вера ни в какие концепции эстетические, этические. Ты живешь в мире науки. Наука в ста процентах случая вокруг тебя происходит. Только наука. Из-за науки ты жив в принципе. Потому что не умер в изначальном детском возрасте от самых примитивных болезней. Это все благодаря науке. Так, я хочу прочитать донаты. Я не согласен с тобой. Ты можешь с этим не согласен быть, называть черно-белым и так далее. Это фактически. Я могу называть, что угодно может являться чем угодно, зависит от того, как посмотреть. Это доводы, это не факт. Нет, нет, нет. Все, что вокруг тебя, ты живешь благодаря науке. Ты не мертв, потому что изобрела наука пенициллин. Наука существует благодаря религии. Наука существует развитие науки. Ничего подобного. Наука существует вопреки религии. Письменность невозможна никакая наука вообще. Это база просто. А письменность, как бы, развитие и сохранение письменности лежит исключительно на плечах религии. Причем христианство. Какой? А что? А люди, которые до монотеистического бога чертили, как бы, символы в своем этом? Европейская письменность. А при чем тут европейская письменность? А что, вся наука произошла из европейской письменности? Тем не менее, наука, о которой ты сейчас говоришь, которую ты говоришь, меня окружает. Почему? Арабская арифметика тебе придумана была не европейской письменностью. Другой вообще абсолютно другой. Причем это Европа. Мы же говорим о Европе как колыбели науки. Все, что мы... Европа не является колыбелью науки. Хорошо. Ты говоришь мне о том, что моя жизнь обусловлена научными открытиями. Безусловно. Полностью. Сто процентов. Федя, ты живешь из-за того, что существует наука. Ты не мертв. И ты живешь, потому что существует... Ты ешь из-за науки. Это просто доводы, как бы. Это не доводы, это факты. Это фактическое существование. Ты можешь говорить, что не так. Свет тебя светит из-за того, что наука существует. Он тебе объясняет, как этот луч расщепляется и идет. Понимаешь? Ты живешь в мире науки. Она тебя, в принципе, поддерживает в твоей жизнедеятельности. Я не знаю. Наука теоретическая особенно такая же спекуляция. Это такое же отношение, как и религия. Абсолютно одного рода. Ну, как бы для людей неграмотных, для людей, которых недостаточно, они не умеют читать. Для людей, которые могут отличить теорию от аксиомы, это уже является спекуляцией. Любая теория – это спекуляция. Допущение. Допущение. А теоретический метод, да, научный, как бы, крайне разный. Это чушь. Ты говоришь глупость. Ты говоришь глупость. Ну, потому что ты говоришь глупость. Ты говоришь глупость на уровне школьника трех лет, который вдруг считает, что я сейчас приду своими охуительными всякими концепциями, да и пусть, что если слово теория является словом теории. Допущение. Никому не комфортно от этих допущений. Всем хочется утверждений, как бы факт какой-то утверждать. Тот, что твоя жизнь подчинена научным процессам. Ты жив, потому что существует наука, медицина, вещи, отопление, электроэнергия и так далее, и тому подобное. Ты жив благодаря науке, не благодаря теории, вере в Бога, разным постулатам, концепциям этическим и так далее. Ты живешь по математике. По какой? Андрей, на чем ты говоришь? Ты живешь по математике. И эти утверждения вообще ни на чем не основаны. Это утверждения основаны на том, что ты живешь жизнь свою, которую можно посчитать на калькуляторе. Только поэтому. И ты, отрицая это, ты как бы... Во-первых, это именно существует большой пафос в том, что ты говоришь, и неблагодарность большая. Неблагодарность, когда ты... Большой пафос, когда ты утверждаешь, где говоришь так... Это очевидность, это очевидность. Ты не можешь спорить с очевидным тем, что ты живешь благодаря науке. Ты жив благодаря науке. ты не мертв благодаря науке твои родители живут жизнь продолжительностью которой они живут благодаря науке твоя мать жива из-за того что наука развелась и она имеет тот возраст потому что наука развелась она бы без науки она умерла бы в 30 лет без науки ты бы являясь единственным ребенка в семье умер во время рождения ты мне просто пишешь я вот так и никак иначе я без науке во время рождения без науки ты бы умер во время рождения потому что выживаемость была там один из 20 один из 30 твоя мать чем вот ты утверждаешь хотя это факты этого факту ну что значит я утверждаю я не утверждаю так и есть ты можешь прочитать историческую литературу ты можешь посмотреть было начало двадцатого века девятнадцатого восемнадцатого семнадцатого и тогда и тому подобное проблема в том что ты отрицаешь очевидная ты говоришь то света то тьма тьма это свет и так далее и они отрицают я говорю доказанные как гиганты знают это все группе более чем допущение не более если я говорю это не допущение то что ты скажешь на конкретную происходящие вещи конкретные что это допущение она не будет являться так не говоришь я бы не родился если бы не наука почему Ты бы не родился, если бы ты, потому что возможность твоего выживания была крайне мала. Скорее всего, по большей части, по твоему же допущению, вот если брать допущение, ты бы умер, и мы бы с тобой здесь не сгодировали. И это и есть допущение. Погоди секунду, моя семья как-то смогла, мой род как-то смог продолжиться аж до меня, да, если выживаемость была крайне мала. Из-за науки, из-за науки, потому что основные все люди, которые могли тебя прародить и так далее, они умерли из-за того, что не было нормального ухода, невозможно было кровотечение остановить, неправильно роды принять, не обеззаразить, не поста рождения сделать медицинские процедуры. Нет, это все правда. Мы даже не договорились, о каком боге мы рассуждаем. Любой бог. Сама концепция бога, это в принципе концепция очень как бы недавняя. Еще как бы до так называемых монотеистических богов люди не верили в богов, а верили в явления природы, которые их не называли никакими богами, а наделяли их абсолютно другими вещами. Как люди не верили в богов, Андрей? Ну любая языческая религия, это что такое? Кто вот эти представители языческого пантула? А что, до языческой религии не существовало никакого развития человечества? Или что ты хочешь сказать? Да нет, ну просто идея бога, она достаточно ранняя, она присутствовала там. С чего ты взял что-то? Потому что ты так говоришь, что значит ранняя? Сколько лет человечеству? Сколько лет человечеству? Ты знаешь, сколько лет человечеству? Сколько лет человечеству? Я правду. Ну хорошо, а сколько идеи бога тогда говорим? Не, ну давай скажи, сколько лет человеку. Хорошо, скажи не сколько идеи бога лет для того, чтобы говорить, что она очень давняя. Я думаю, что идея бога возникла как бы очень близко к началу любой вообще, как бы племенного строя. А когда племенной строй произошел? Я не могу тебе... Так о чем ты говоришь, что она достаточно долгая, если условно этой твоей идеи бога 5 тысяч лет, а человечеству в его современном обличии 100 тысяч лет? Что больше, 100 тысяч лет или 5 тысяч лет? О чем ты говоришь? Ты говоришь чушь, Федор, ты говоришь чушь. Не, я не говорю чушь. Ты говоришь чушь, ты говоришь глупости, ты говоришь то, в чем ты ничего не понимаешь и пытаешься выдать это за какую-то концепцию, которая в принципе не существует. Нет, это не так. Это так, ты говоришь, что люди всегда верили в богов, они всегда были. Это не так, это не так, люди не всегда верили в богов. Они крайне малое количество своего времени развития верят в богов для того, чтобы говорить, что это было всегда. Подожди секунду, ну хорошо, язычество, вот язычество как феномен. Если ты знаешь даты, вот если ты владеешь как бы конкретикой какой-то, когда появилось язычество как феномен просто? Что ты подразумеваешь под язычеством? Про мульти бога или когда люди в природу и в травку верили и в солнце? Когда люди верили в солнце, они не называли это богом. Бог это конкретная концепция. Сверхразума, сверхчеловека, который сверхусилиями обладает. Это называется богом. А то, когда люди смотрели и как бы поклонялись солнцу, это не является верой в бога. Любой языческий пантеон состоит из богов, из сверхсуществ. Любые, блядь, Перуны, Шиву, Вишну, кто угодно вообще. Любая, любой, абсолютно. Вот это вот, все персонажи, они все являются богами. Они все являются пантеонными существами, которые не пребывают, блядь, в этой реальности. Люди, которые, люди, как бы, гомо сапиенс, которые в пещере жили, они тоже уже в этот? У них пантеон богов присутствовал? Он рано или поздно появился, как бы. Что значит рано или поздно? Ты говоришь, что этот пантеон был всегда. Его не было всегда. Это очень короткое время, когда появились те представления, которые ты пытаешься доказать, что были всегда. Они не были всегда. Они были абсолютно малую количество по процентам лет от нашего общего, как бы, нашего сложившегося вида. Ну, безусловно, потому что идея бога, она вообще, ну, она появляется не сразу у людей, как бы. Естественно, это происходит с развитием сознания. А почему ты только что недавно говорил, что это всегда было у человечества? Когда я это говорил? Подожди секунду. Ты только что об этом говорил, что идея бога была всегда у человечества, и этот бог был всегда. Сначала был там, типа, политеистический бог, теперь был монотеистический бог. Не так давно. Я не говорил, что он был всегда. Я говорю тебе, что идея бога у людей очень недавно происходит и пришла к людям очень недавно. Относительно того, когда люди были прямоходящими обезьянами, были Homo erectus, наверное, да, недавно. Я тебе говорю про Homo sapiens sapiens, про человека разумного. Ну, вот сколько, хорошо, скажи мне, сколько идея бога существует? Если, говорю, ты владеешь конкретикой. Я не владею, вот, ну, скажи мне. Не больше пяти тысяч лет. То есть, не больше пяти тысяч лет. Не больше пяти тысяч лет. Нет цивилизации, которая старше пяти тысяч лет, у которой присутствовала идея бога, какого бы то ни было. Более того, нет цивилизации старше пяти тысяч лет. Если ты бы историю цивилизации немножко почитал, знал бы об этом. Хорошо, а что было до, вот, за пять тысяч лет, до цивилизации, что было? Как называть? Разрозненные племена, разные групповые объединения, которые не могут называться цивилизацией. У этих племен не было фетишей, идолов для поклонения, ничего. Были, но это не является богом, как ты его описываешь. Вера сверхъестественная и бог. Я тебе просто хочу сказать, что если ты придешь в церковь и будешь сравнивать веру сверхъестественную в рябь на воде, в солнце и так далее с богом, тебя как бы там обоссут и к греху подведут, потому что это не одно и то же. Более того, сравнивать эти вещи недопустимо в христианской религии. А по какой? По христианской? Вера сверхъестественная – это грех, это то, что запрещено. В концепции христианства возможно. Если я рассматриваю с точки зрения религиоведения, все эти существа, все эти вообще, блядь, сущности являются трансцендентами. Андрей, ты просто, ну, как бы, безусловно, может в историческом плане... Что значит трансцендентами? То, что было до того, как люди художественно оформили идею в мульте разных людей, которые сидят и обладают сверхъестественными способностями и влияют на жизни людей, до этого такой концепции, как бог, у человеческих цивилизаций не существовало. Потому что то, что у них существовало, нельзя назвать богом. Опять-таки, рябь на воде и так далее, и какие-нибудь там просто, что солнце встает или там вода течет – это не есть бог. Бог – это конкретная идея, конкретное появление. Ты говоришь, что у человечества всегда был бог. Я тебе говорю, что нет, у человечества идея бога, концепция бога и все любые художественные осмысления этого всего существуют крайне малое количество лет. По сравнению с тем, что мы можем взять. Это я тебе еще минимум беру, сто тысяч лет это я так тебе взял. То, что уже точно доказано, что сто тысяч лет назад был такой человек, как ты и как я. То есть вот уже все сложившееся таким образом, ничем не отличающееся. А если раньше брать, когда мы уже были на таком условном уровне, это еще больше времени. Я абсолютно согласен. Что значит, ты не согласен, если это археологические раскопки? Ну и дело не в антропологических раскопках. Я с тобой говорю сейчас, я не согласен с тем, что ты говоришь про идею бога исключительно потому, что ты говоришь о разных вещах. Ты допускаешь, что когда... Это ты говоришь о разных вещах, потому что называешь одно другим. Ты говоришь про бога сначала, а потом говоришь другие какие-то вещи, которые ты говоришь, это тоже бог. Любая, любой вообще разговор о трансцендентном и паранормальном, называй как хочешь, уже в целом. Это не то же самое, что бог. Это не то же самое. И смысл это несет разный. И люди в это разный смысл вкладывают. Любой, любая религиозная концепция несет разный смысл. От этого сам факт не существует. Ничего подобного. Это значит, что ты не понимаешь религиозные концепции, как они из себя представляют. Есть религиозные концепции, которые не включают в себя божественное и человека, который как бы все породил и всем управляет. Причем тут я тебе же не говорю о конкретном монотеистическом боге или полиотеистическом боге, когда мы в целом... Почему вот ты говоришь, что любое как бы договор о терминах это манипуляция? Типа договоримся, что такое воскрешение, это манипуляция. Это конкретно манипуляция для того, чтобы побродить словами или чтобы у попов работа была? Нет, Андрей, это условие спора нормальное, когда ты договариваешься о том, о чем ты говоришь. И дай мне теперь договорить. Если ты мне фактически говоришь, что условно, там типа Великая Французская революция началась в 13 веке, я тебе говорю, что она была в 18 веке закончилась, в 17 началась. Дай мне договорить. В 17-18. Можешь мне договорить? Я договорю все-таки. Так вот, определиться о терминах это не манипуляция, это условие любого нормального спора. Если бы мы определились о терминах, например, говоря о боге, я тебе говорю не о политеистическом боге, я тебе говорю не о монотеистическом боге, я тебе говорю о философском боге. И под определение философского бога попадает любая... А что это за философский бог? Это где такое определение философского бога? Есть, чтобы... Ну, почитай, не знаю, открой, открой, вот посмотри, напиши в гугле философский бог, почитай о том, что такое философский бог. Огромное количество ум перводвижитель попадает под определение философского бога, хотя он не оформлен. То есть ты как бы сам мне заранее говорил о некого абстрактного философского бога, который в себя включает любые верования людей. Философский бог это трансцендентный абсолют. Вот то, о чем я тебе говорю, не о христианском боге. 5 тысяч лет назад трансцендентный абсолют появился максимум. Что значит появился? Он всегда был. У него никогда не было, потому что он появился, его люди придумали. И таким образом записали то, что они видели, происходили процессы определенные физически на нашей планете Земля. Они записали, ага, это скорее всего такое такое. Ты говоришь о большом взрыве, который является таким же трансцендентным абсолютом. Точка обсчета. Ничего подобного. Никаким трансцендентным абсолютом большой взрыв не является. А что это такое? Это фактическое совершенное событие, которое не является никаким манипулятивным, философским, изворотливым термином, который каждый может трактовать по-своему. Абсолютно таким же является. Это линейка. Реликтовое излучение доказывает наличие большого взрыва. Что доказывает наличие большого взрыва? Это просто условность очередная. Ничего подобного. Это событие, которое было. Как его подтвердить-то? Как его подтвердить? Как? Расширяющейся вселенной. Реликтовым излучением. Остатками разных других всяких темной материи. И так далее. Большой взрыв – это внезапное расширение пространства с выделением огромного количества тепла. Чем оно обосновано? Что его вызывает? Откуда оно берется? То есть, понимаешь, материя не взрывается, не расширяется сама по себе. Ты, как бы, я, прежде чем влезть в те вещи, которые ты не понимаешь, ты сначала должен объясниться за те вещи предыдущие, которые ты не понял. Про идею трансцендентного философского бога, который ты говоришь. Давай. Что тебе объяснить? Что тебе объяснить? То, что любое, вообще, любая истина, о которой ты говоришь, любой какой-то, блядь, абсолютно непреложный закон или любой абсолютно непреложный факт, такой же, как и большой взрыв. По сути, по сути, и является вот этим вот даже... Нет, это чушь. Это потому, что тебе захотелось таким образом выйти из спора и доказать, что все твои, как бы, неграмотные утверждения до этого являлись продолжением твоей же собственной мысли. Ты хочешь таким образом доказать? Нет. Твои утверждения не являются неграмотными? Я не хочу выйти из спора? Ты просто выдаешь свои доводы за факты. Это факты, это факты, которые существуют. Той идею Бога, которую ты пытаешься доказать, ее не было никогда, кроме как последние пять тысяч лет. Я говорю, чем эти факты подтверждаются? Тем, что ты их высказываешь. Ты просто, ты говоришь мне, это факт, то факт. Ты мне говорил только что, Андрей, что я был бы мертв, именно поэтому ты жив, потому что существует не вера в Бога и не вера в философского Бога, а в то, что люди придумали медикаменты, сделали отапливаемые помещения, исследовали и нашли правильную передачу электроэнергии и так далее и тому подобное. Абсолютно научные вещи, которые никаким образом, никаким идеям философского, трансцендентного и так далее, хоть какого, блядь, экзистенциального Бога не относятся. Ты живешь не по абстрактным каким-то вещам, а по практическим вещам, которые можно измерить, посчитать и положить тебе на тарелку. Как одно другое исключает? Хорошо, можно сказать, я жив, потому что был большой взрыв. Так можно сказать? Давай так, если мы в такое рассуждение переходим, вот это вот, причинно-следственное, я жив, потому что мы все живы, потому что есть большой взрыв, так можно сказать? Я говорю тебе про конкретное, то, что если отмотать, и тот тезис, который ты мне как бы в ответ говорил, то он был не про то, что мы все живы благодаря этому, а потому что ты не можешь это все измерить, это все абстракция, это ровно такая же абстракция, как вера в Бога или еще что-то. А я тебе говорю, нет, жизнь твоя не абстракция, а конкретно, и ты жив только благодаря тому, что наука существует, и никакие не эти пустые, бессмысленные размышления про какого-то там трансцендентного Бога, которые делают... Ты имеешь эти размышления все философские, только потому что люди через систему, эту систему древних верований подчинили себе в властном желании захватывать экономически слабых соседей или обороняться от более серьезных соседей для того, чтобы обладать мощью и как бы соединять в себе экономический потенциал. Ты берешь... Что я имею благодаря этому, Бога или рассуждение? Идею Бога или рассуждение? Идею Бога ты благодаря этому имеешь. Для того, чтобы люди объединить племена, придумали тебе художественную идею про какого-то там сверхразума, который сидит на планете, а ты теперь философски это осмысляешь, и такой как бы под бокальчик вина рассказываешь о том, про идею философского, трансцендентного Бога. Это все чушь, глупость, несуществующие вещи. Это потому, что я говорю, что тебе так хочется, Андрей. Не потому, что мне так хочется. На моей стороне фактически вещи наука... Да какая фактически что? Погоди секунду, давай вернемся, хорошо. То, о чем ты говоришь... Я, во-первых, блядь, то, о чем мы говорим, абсолютно никак не отрицает ни науку, ни медицину. А то, что я говорю, а то, что я говорю... Ответь мне на вопрос, который я тебе задал. Да, это можно сказать, что мы все живы благодаря большому взрыву. По твоей логике. По твоей логике мы все живы благодаря большому взрыву. Это первопричина всего, да. Вот, и мы говорим, блядь, ты говоришь о первопричине, я говорю о первопричине. И он произошел из-за физических процессов. Я называю ее Богом. Это никак нельзя доказать. Это никак нельзя. Как это? Только потому, что это тебе недоступно, или ты хочешь в противодействие это вступать, или потому, что тебе хочется в вашем кругу общения приняты такие, как бы, определенные воззрения, мистические, магические и так далее. И вот надо переводить, вот эта манипуляция, говорить о том, что это, что мои рассуждения растут из того, что так... Да, они растут из определенного рода неграмотности. Нет, как раз-таки они абсолютно такие же, как и твои, потому что ты называешь первопричиной то, что ты не можешь доказать. На моей стороне практика, то, что можно измерить, посчитать и показать. На твоей стороне только пустые размышления о каких-то концепциях, которые кроме тебя никто не разделит. Ты поговоришь каким-нибудь египтяниным, он ни слова не поймет, и с тобой никакое общего знания не разделит. А если... Обоснуй мне большой взрыв. Обоснуй мне большой взрыв. Обоснуй. Если ты можешь это обосновать, если это факт, если это практика... Что значит обоснуть? Что это значит? Назови мне причину большого взрыва. Назови мне не только последствия. Вот я тебе скажу причина большого взрыва. И ты тогда как бы... Давай так скажем. Если я тебе назову... Подожди, подожди. Если я назову тебе причину большого взрыва, ты полностью закроешь для себя этот вопрос и не будешь дополнительно всяких говорить, а это не так, а это не так, а мне кажется, что это не так. Я тебе сейчас скажу причину большого взрыва. Стой, стой, стой. Ты сейчас хочешь сказать, что ты мне назовешь причину, и я не смогу ее распаривать. Фактическую причину большого взрыва. И ты должен будешь полностью с ней смириться и для себя этот вопрос закрыть. Конечно, нет. Тогда я не буду тебе объяснять причину большого взрыва, только для того, чтобы... Это манипуляция. Нет, это не манипуляция, это ты манипуляция, потому что тебе никогда не будет достаточно... Тебе никогда не будет достаточно никаких адекватных, объективных... Потому что это не пространство для дискуссии. Как работает двигатель самолета, это не пространство для дискуссии. Это фактические вещи, которые работают и несут тебя на другой континент через тысячи километров. Научные вещи обуславливают причину работы двигателя самолета. Это не то, насчет которого вы так любите рассуждать бессмысленно. Наука не доказана, наука абстрактна, она тоже не допущена. Медицину, термодинамику, астрофизику в один раздел наука. Это абсолютно разные вещи. Медицина, астрофизика, термодинамику. Федя, ты говоришь абсолютные глупости. Другое дело, что если ты говоришь это каким-то людям, если ты говоришь это условно дэдблонд, который тебе скажет да-да-да и так далее, я тоже много про это думала и так далее, но она является достаточно поверхностным человеком, который любую тему готов развить, лишь бы почесать языки. Есть фактические вещи. И я не сравниваю медицину, термодинамику. Я говорю про то, что наука и научные вещи, физические процессы, физические процессы, физические процессы это то, вокруг чего нельзя устроить обсуждение уровня как бы бог теологический, бог философский и так далее. Ты говоришь, что физические процессы, ты мне сам говоришь, что физические процессы работают так, как они работают только в пределах нашей планеты. Блядь, большой взрыв не в пределах нашей планеты. Некоторые физические процессы работают в пределах нашей планеты. Физический процесс, прилеты, самолеты, физический процесс, большого взрыва, вообще разные вещи, они в разных даже просто... Тем не менее и то и другое мы можем проверить практическим образом, но ничего из того, что говоришь ты, проверить практическим образом и удостовериться невозможно. Мы с тобой существуем в разных плоскостях дискуссии, потому что ты разводишь концепции какие-то, в которых ты очень крайне слабо разбираешься, говоря, что бог был всегда. Бог не был всегда. Почему крайне слабо не прошло? Бог присутствует в последние несколько тысяч лет и это как бы очень новое такое, как бы очень достаточно модное заблуждение. Причем не у всех культур на планете Земля, я тебе могу новый такой открыть, большое-большое как бы знание. Не у всех культур на планете Земля, разных всяких цивилизаций, есть концепция бога Федя. Хорошо, концепция трансцендентного у всех культур есть или нет? Я думаю, что то слово, которое ты вот так вот спрашиваешь, как концепция... Нет, не у всех культур, у некоторых старых племен нет концепции трансцендентного. Они не верят ни во что сверхъестественное и так далее, а физические процессы, которые происходят вокруг них... Скажи какие-то, если ты требуешь от меня конкретики, вот то, что скажи какие-то племена... Я тебе сказал, всякие разные племена, которых обошел стороной, обошло стороной включения в государство и так далее, племена... У них нет культов, ты хочешь сказать, что у них нет культов, что... Есть племена, у которых нет культов? Нет культов, нет трансцендентного, нет... Сколько раз тебе повторить? Я в этом сомневаюсь, ну я очень в этом сомневаюсь, я не могу сейчас... Ну ты можешь в этом сомневаться, но ты можешь прочитать об этом в интернете. Ну окей, хорошо, возвращаясь к большому взрыву, давай, все, ладно, я как бы... То есть я тебе скажу причину большого взрыва и ты для себя этот вопрос закроешь? Нет, для себя его не закрою, я просто сейчас... Тогда я тебе не буду объяснять причину большого взрыва. Почему? Это манипуляция. Нет, нет, я не хочу, подожди, ты говоришь, не объясни причину большого взрыва, я просто не хочу как бы тут... Ты мне говоришь, я тебе сейчас объясню и ты должен это принять на веру и никогда в этом не сомневаться. Объяснять нужно в других местах. Нет, ты мне говоришь, я тебе сейчас скажу просто, я тебе сейчас приведу свое рассуждение... Потому что ты требуешь причину, я тебе могу ее рассказать, но я не хочу слышать в ответ опять-таки глупые всякие вещи, типа, а это не так, а я не согласен, а что вот так вот, а это почему нет, это все, это концепция... Ну что ты, Андрей, ты не обладаешь достаточным авторитетом, чтобы дать мне такую причину, которая... Не важно, это не важно, это не важно, даже если тебе концепцию... Это манипуляция, не более того, что... Нет, ничего подобного, если даже тебе пятилетний человек, пятилетний человек тебе объяснит причины большого взрыва, он не будет обладать для тебя авторитетом хоть каким-либо, потому что научное знание не от авторитета отпочковывается, от фактического знания, от того, что можно проверить, измерить, понимаешь? Даже если тебе пятилетний расскажет причину большого взрыва, он для тебя не будет иметь никакого, конечно же, авторитета, но он будет прав, а ты будешь неправ, понимаешь? Даже без авторитета пятилетний человек может как бы, скажем так... Ты мне сейчас утверждаешь, что ты знаешь, у тебя есть не теоретическое, а фактическое... Да, я думаю, что я знаю, я понимаю, как... Фактическое, фактическое обновление... Да, фактическое обновление, я думаю, что я понимаю больше тебя и пребываю в меньших заблуждениях, чем ты. И ты считаешь, что это неоспоримо, ты считаешь, что я не имею права это оспорить, это неоспоримо, потому что это фактическое, это фактическое, это фактическое. А это не манипуляция, в том-то и дело, что ты этими словесами пытаешься... Нет, в смысле, у тебя есть идея, и ты не хочешь ей делиться, если ее кто-то оспорит. Это не идея, это факты, это факты, это то, что нужно измерить. — У тебя есть факт, и ты боишься, что кто-то его оспорит? Ты боишься, что его оспорит? — Нет, нет, я не хочу просто опять как бы в бесконечное вот это твое пустое философствование, в рамках которого ты сам же теряешься. Сначала говоришь идея Бога, а потом оказывается идея не монотеистического, а политоистического Бога, трансцендентного Бога. — Мы сошлись к тому, что ты готов со мной поделиться каким-то своим знанием? — Нет, нет, я не готов с тобой делиться твое знание просто для того, чтобы ты опять его сказал, что это не так, потому что есть идея трансцендентного Бога или еще очередную какую-то псевдохилософскую тушь. — Нет, я думаю, что если тебя беспокоит, что даже такой необразованный человек, как я, может оспорить твое фактическое обоснование Большого Взрыва, значит оно не так уж хорошо. — Нет, нет, при чем тут? Я не боюсь оспаривания. Нет, это разные вещи. Я не боюсь оспаривания. Я не хочу этого, потому что это бессмысленный разговор. Ты думаешь, что со мной какой-нибудь человек начнет какие-то свои концепции придумывать, шизоконцепции, рассказывать их мне, а я скажу, чувак, я не хочу с тобой общаться, он будет мне говорить, ты боишься мне просто с тобой дискуссию провести. Я просто не хочу. — Что за оценочное вообще суждение о шизоконцепциях? Ты мне говоришь, что ты знаешь причину Большого Взрыва. Звучит как шизоконцепция, Андрей. — Ничего подобного, ничего подобного. Это не шизоконцепция, только для людей малограмотных, для людей малообразованных, для людей, которые не знают многие вещи достаточно простые. Многие люди до сих пор, к сожалению, на нашей планете Земля не умеют читать. Для них многие концепции мои окажутся абсолютным вздором и так далее. Просто фактическая правда будет на чьей-то стороне, в данном случае она на моей стороне, всегда будет на стороне того, что можно измерить, посчитать и так далее. — Ты можешь с этим не соглашаться? Ты можешь с этим не соглашаться? Это, пожалуйста. Понимаешь? Только из-за того, что ты будешь с моими тезисами не соглашаться, они никуда не провалятся. — Я не хочу, чтобы они куда-то проваливались, я просто с ними соглашаться не хочу. Ты-то требуешь от меня, чтобы я с ними согласился. — Нет, я не хочу, чтобы ты соглашался. Зачем мне ступиться? — Меня же не смущает нисколько наличие у тебя взглядов, отличных от моих, или то, что ты со мной не согласен. Пожалуйста. — Мне кажется, у тебя нет, у тебя очень облачное понимание каких-то процессов. Ты хочешь их понимать, но ты хочешь их понимать каким-то своим образом. — Я просто не позволяю себе говорить, что что-то это непреложный факт, как ты, когда ты мне говоришь, что это так и никак иначе. — Да, это есть вещи, есть вещи, вот как бы нулевая отметка, когда это так и никак иначе. Есть такие вещи. — Такие, что я умер бы, если бы не наука, если бы не медицина, я бы умер. — Это факт, да. Ты бы, скорее всего, не выжил, и твоя мать бы уже умерла. — Скорее всего или факт? — Я возьму твое термону определенного допущения и скажу, что это факт. — Вот, так я говорю, если ты говоришь, что что-то является фактом, это является допущением, значит и все эти факты являются допущением. — Нет, 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 мой факт является в этом плане, скажем так, чем-то как бы я, как бы не преувеличивая, как бы, например, 4,6 написано, да, я говорю, что 4,6 это скорее 5, потому что это скорее не 4. Я как бы округляю, да, я округляю. — Ну вот это округление, так в этом и проблема, в этом округлении. — Нет, это не так, не во всем. — Что вот люди вот это в научном познании округляют. — Ничего подобного, никакие люди, я тебе еще раз говорю, ты уводишь, ты уводишь от главного, а главное заключается в том, что начиная рассуждать... — Ты не прав, а я прав, да? — Нет, не в этом дело, не в этом дело. — А в чем? — На моей стороне конкретные факты, физические факты, которые ты никогда, никогда, никаким образом не сможешь переубедить. Почему? Потому что ты говоришь, что наука — это что-то такое необязательное, это что-то тоже, вокруг которого она не такая фактическая, как есть, она не такая, чем она пытается казаться. — Нет, наука все может объяснить просто. — Да, наука все может объяснить, просто, возможно, некоторые люди в силу своей недалекости, необразованности, как бы неграмотности и какого-то внутреннего, ну, не структура, не родилась внутри, как бы, ну, понимаешь, не сложилось, не сложилось. — Еще раз, я продолжаю свою телегу про то, что ты говоришь, что наука — это что-то нефактическое. — Ладно, я уже не буду перебивать, я не буду тебя перебивать. — Нет, наука — это фактическое. — Я не буду тебя перебивать. — И благодаря науке существует все, чем ты пользуешься. Это вещи фактические, это вещи, вокруг которых нельзя устроить какую-то концепцию экзистенциального бога, какого-нибудь терминального бога или прочего, какого-то еще одного такого, как бы, абстрактного в рассуждении, но ничего конкретного не приносящего, а просто тешащего самолюбия в дискуссии между двумя. — Да нет, ты ошибаешься, как раз-таки конкретно приносящего. Идея философского бога, она конкретно приносящая. — Твоя идея философского бога была придумана, посмотри, когда. — Нет, да какая, в смысле, что значит придумана, кем она была придумана? — Она придумана людьми, это художественная идея. Это идея, которая художественно придумана. — А идея гравитации, идея гравитации людьми была, когда придумана. — Идея любой физической константы. — Нет, это не идея, это фактическая. — Она была придумана или сформулирована? Именно что, твоя концепция, она была придумана, а идея гравитации существовала всегда, даже до того, как людям получилось ее записать в определенных системах записи. Идея большого взрыва была придумана, он не является взрывом даже, это просто расхожая концепция для объяснения. Он являлся взрывом, поэтому он называется взрывом, потому что он являлся взрывом. Он являлся взрывом, поэтому ее так называют, не потому что так решили люди и так далее. Андрей, это просто расширение с выделением тепла, которое подходит под человеческое определение взрыва. Да, да, это являлось по сути взрывом, если бы ты сейчас посмотришь компьютерный модель. Это взрыв является расширением с выделением тепла. Да, можно хлопок сказать, еще по-разному говорят. Но по сути, хлопок не будет являться не взрывом, только из-за того, что его хлопок называют. Он будет взрывом. Да нет, хлопок-то точно не взрыв, Андрей. Это разные вещи. Ну, если ты понимаешь, о чем я говорю. Я, короче, к тому, что большой взрыв, ну, это большой взрыв точно такое же допущение. Ты мне говоришь, что наука может объяснить все, но наука не может даже объяснить, что было до большого взрыва. Это не является никаким допущением, потому что это фактическое событие. Допущением является, как бы, рассказ про то, что Иисус Христос где-то там был. Никто не знает этого человека, был он или не был. А большой взрыв был, понимаешь? Это факты. Это события, которые... Какие факты он же не был запечатлен? Он был осмыслен позже по косвенным признакам. Да, да, если ты придешь домой и увидишь, что твоя квартира сгорела, ты не видел пожара, но ты можешь понять, что квартира твоя горела и был здесь пожар. Пожар, а ты не будешь говорить, что может быть тут вода была, а может быть здесь еще что-то случилось, может быть шаровая молния случилась. Ты скажешь, здесь был пожар, хоть я его и не видел. Я говорю по косвенным признакам. То есть это такое существование Иисуса Христа, по косвенным признакам. Никаких косвенных признаков там не существует. Подожди секунду. Большой взрыв, никто... Блядь, он был... Андрей, он по косвенным признакам исключительно. Так же, как пожар в гипотетической квартире. Аналогия не является аргументом. Я не знаю, что это означает. Аналогия не является аргументом для меня. Это какая-то фраза расхожая. Кто это утвердил? Где это написано? Как я могу измерить? Как ты мне сам отвечаешь, ты можешь почитать об этом в интернете. Я не хочу. Я не понимаю, что значит аналогия не является аргументом. По косвенным признакам, по косвенным признакам, ты понимаешь, что квартира горела. По косвенным признакам мы понимаем, что произошел большой взрыв. И компьютерные модели, воссоздающие этот большой взрыв, показывают, что наше представление о том, наше понимание этого процесса большого, каким же образом происходит, является очень близким к истине. И нам не нужно было это наблюдать обязательно. Можешь объяснить, что было до большого взрыва? Я, собственно, к этому-то веду. Что было до большого взрыва? Можешь объяснить? Так не было же никакого большого взрыва. Это допущение. Причем, ну хорошо, мы допускаем, что большой взрыв был, как и все научные сообщества. Мы допускаем, что большой взрыв был. Хорошо, кто мы? Мы с тобой, нас двое сейчас. Ну, как бы я не допускаю большого взрыва, он фактически был. Что значит допускать? Я допускаю, что мы. Хорошо, я допускаю, что он был. Как знание тебе о том, что было до большого взрыва, что он для тебя скажет? А что было до того, как было до большого взрыва? Я хочу убедиться, что наука может все объяснить. Вот ты говоришь, что ты можешь оперировать фактами, что наука может все объяснить? Наука может объяснить? Пожалуйста, факт. Наука видит то, что видит. Наука может объяснить большой взрыв и имеет некоторые предположения о том, что было до большого взрыва. Вот и допущение. Нет, нет, нет. Большой взрыв конкретно был определенным образом и так далее, а тому подобное. что было до большого взрыва тебя не должно в первую очередь почему потому что ты еще и это просто и должно и бать в этом смысле ты первопричина и понимаешь ограничиваешь мое познание ограничиваешь мое познание гостей бать не должно я хочу знать вот это мое мышление более научно чем твои потому что у меня есть ничего подобного твое мышление вообще в принципе не является мышлением, потому что мышление, это как бы, когда типа мышлению, когда говорят, что вот как бы твердое что-то, да, ты понимаешь что это твердое, а ты твердое как бы наживаешь жидким одновременно с этим называешь концепцией этого жидкого и так далее, и так далее то есть играешь в какие-то... Так у тебя есть концепция твердости, у всего разное, дерево твердое камень твердый, но твердость, плотность у них разная, и коэффициент твердости у них разный, я просто не хочу, блядь, доводы за факты принимать и говорить, что что-то есть, если что лады за баки то есть ты трогаешь дерево но так но сомневаешься постоянно в этим да я просто как я говорю у камни дерево разная твердость хотя и то и то ты назовешь еще раз твердый твердости ты чувств ты твердаешь дерь чувствую трогаешь деревяшку и думаешь о том что она возможно камень с я не верь глазам своим как говорит они оба тверда они оба твердые скажи мне ты говоришь про твердо что ты трогаешь твердые сомневаешься ты твердый трогаешь твердое понимаешь это твердая или думаешь о том что у всего есть разная степень твердости я понимаю что это твердо просто для того что я просто не хочу доводы за факты принимать и говорит что что-то было если что-то было возможно ты вот эту возможность выносишь за с помощью подобного ничего подобного это доказано это доказано это доказано что доказано доказано что был большой взрыв доказано что наука существует на чем это доказано физическими процессами которые человечество наблюдает исследует воссоздает делает модели а косвенным признакам это не формирует сама небольшой взрыв сам по себе является не факт ничего подобное является по возьмем там не знаешь мама нет все я не хочу про это говорить потому что просто приступе не потому что я боюсь там избегаю так далее ну типа это не интересно потому что ты говоришь и я говорю 2 плюс 24 равняться ты гришь нет возможно шесть нет возможно концепция 2 плюс 2 равно 4 это не так а если я говорю ты буквально обобщаешь 46 до 5 говорит что это 5 то же самое нет нет я не так говорю все о чем я говорю имеет фактическое фактическое объяснение это мы можем измерить посчитать так взвесить и потрогать какого-то и так далее это не боится ничем это что ты вдруг федя понимаешь вот есть проблема такая вот если я как бы вот скажу что вот это все вот это размышления про бога это вся хуйня и тогда это все не существует моя жизнь никак не изменится но если ты начнешь отрицать науку отрицать ее фактическое существование твоя жизнь очень сильно изменится и плохую сторону потому что я ни в коем случае не отрицаю бытовые достижения науки а просто потому что на учете с ними споришь смысле я спорю не с этим я спорю о том что ты говоришь по факте большого взрыва хотя это теория то научная теория научно это вообще не только научных теорий были оправданы я не хочу это говорить потому что типа я ну типа 5 5 раз по кругу я не хочу это обсуждать где 5 раз по кругу ты просто то есть если ты не трогай ты даже не можешь только для того чтобы типа условно не ударить грязь лицо ты не можешь признаться что трогая плотную деревяшку толстую ты ощущаешь что она твердая ты начинаешь вносить какие-то дополнительные параметры глупости рассуждения о том что разная может быть если ты хочешь рассуждать научно о чем-то должна быть категоризации четкие рамки ты эти рамки размываешь и просто какие рамки я тебе говорю про деревяшку только что ты сумасшедший ты сумасшедший ты сумасшедший я тебе говорю про конкретную деревяшку который ты трогаешь ты мне говоришь должны быть катере категоризации и рамки еще что-то ну ты сумасшедший ты говоришь чушь все что ты говоришь это чушь это абсолютно пустое основы что ты так хочешь я хочется так было факт это так является это не факт это да вот очередное допущение которое ты натягиваешь по саму на глупо нет да именно так важно кто скажет последнее слово из нас или как кто в чем смысл ты говоришь вещи которые никаким образом не сможет поддержать никакой человек потому что ты не сможешь до него в принципе донести какие-то скажем так свои точные критерии мышления потому что в первую очередь ты сам не путаешься у тебя нет ничего постоянного ты во всем плаваешь ты не можешь нигде занять позицию просто потому что ты считаешь что моя позиция там где нет позиции зачем вы меня заставляете позицию как бы свою проявлять но если в политическом процессе это еще может каким-то образом присутствовать но в тех вещах про которые говорим мы конкретно сейчас они не может присутствовать никаким образом потому что наука это конкретные вещи и мы обсуждаем не какие-то идеи философские которые на в науке существуют или еще что-то а мы обсуждаем конкретно как работает там типа как электроны бегут или это не работает двигатель и так далее ты говоришь о том что я это все нечетко это все примерно это все ровно так же как мои рассуждения о боге про которых про саму концепту богу ты очень плохо знаешь ты не понимаешь историю человечества сантаешь некоторые племена посмотри в интернете точно так же в этом потому что есть и я не может говорить тебе конкретно фактически какие плевена ты можешь это погуглить и узнать и все я не время я тебе вот что скажу что то что я говорю о боге никак не отрицает ничего не из медицины не из вопросов там двигатели внутрь и говоришь о том что твои рассуждения варишь это такая же абстракция это такое же вот это как бы какое-то мудрствование пустое как и размышления про медицина не является абстракции но вот это вот научная концепция мира который ты говоришь основанным теории большого взрыва такое же допущение как это что я говорю ничем не лучше потому что ничем не обоснованно и не может быть фактически подтверждено без доводов теории допущения без пространства которое нам не понять и вообще нет и не понимаешь о чем ты говоришь принципе потому что ну ты просто вот и не ты не понимаешь о чем я говорю вот это я понимаю про как же придет нам нужно чушь абсолютно ничего не значащие слова и как бы и вещи пока ты этого не обесценивали говорят при они были не обесценивая шага ты говоришь что я тебе говорю потрогать деревяшка на плотно она она твердая Она такая или сякая, ты говоришь, есть разные концепции твердости, мы должны поговорить о том, что мы считаем за твердое, понимаешь, и ты ко всему подходишь таким образом, допуская туда вот эту какую-то пустую абсолютно измышление какого-то пустого типа, который ни к чему абсолютно не приводит, и все вокруг, все свои размышления выстраиваешь вокруг того, что ты ходишь вокруг тебе кажущейся терминологии, когда ты ни один раз не скатываешься к тому, чтобы что-то взять за эти категории, которые ты ставишь, и дальше начинаешь все то же самое вокруг, но я тебе как бы, я как человек научный, ты можешь с другими людьми там можешь рассуждать про то, что там G-SPD или еще какой-нибудь очередной рэпер-идиот, реально рэпер-идиот к тебе придет, и он для тебя вот это все очень абстрактное и так далее, он тебя поддержит, свою какую-то глупость скажешь, ты хмыкнешь в ответ и продолжаешь. Но со мной такие вещи не проходят, потому что если ты будешь говорить, что наука это что-то абстрактное, ни к дюйму там не привязанное, ни такое же непонятное, как вот эти все категории, которые ты вкидываешь, я тебе скажу, что нет, это не так, ты заблуждаешься, у тебя недостаточно знаний, тебе нужно, ну видимо, начинать как бы свое какое-то внутреннее обучение, внутреннее понимание этого мира с самых-самых основ, возможно, даже с первого класса. Если мне нужно тянуться к тому, чтобы называть теорию фактом, то я не буду так образовывать. Понятно, что ты это не будешь делать, потому что тебе нравится пустое, бессмысленное переливание воды вокруг несуществующих каких-то этих. Это не научно, это просто как бы ты выдаешь за факты, я говорю доводы еще раз, ну и ты не можешь их подтвердить. Ты никаких доводов вообще как бы не говорил, у тебя нет никаких других концепций. Я тебе рассказал про то, что люди в Бога верили, в такого Бога, про которого ты сейчас рассуждаешь, короткое, очень маленькое количество лет относительно всего этого. Ты сказываешь, что была идея трансцендентного, еще что-то. Ты во всем, плаваешь ты во всем, я тебе говорю фактически вещи, которые существуют. Ну ты уверен, ты как бы сможешь, а если это было не 5000 лет назад, ты сможешь, вот это будет фактом. Что значит? Не, если это было, если... Чем ты занимаешься? Я тебе говорю конкретные вещи, а ты начинаешь уже доебаться до формулировок и до фактически точных этих. Потому что конкретика должна быть конкретной. Если формулировка не четкая, это не конкретика. Если было не 5000 лет... А то есть ты считаешь, что своя формулировка это четкая формулировка? Если было, так я не претендую на четкость формулировки. А я претендую, потому что... Короче, Кейдер, я считаю, что все твои размышления о вот этом всем, о том, в чем ты размышляешь, во-первых, я тебе очень, вот я тебе просто скажу, вот еще раз, да, и это как бы это, я тебя очень люблю и очень уважаю, но ты говоришь глупости, тиражирую, я вот еще раз скажу, я очень тебя люблю, уважаю, ты хороший человек, я рад, что я с тобой знаком, но, к сожалению, ты говоришь и на подкастах, ты говоришь и тиражируешь глупости. Нет. Это не так, я говорю и тиражирую мнение, на которое я имею право. Это не является никаким мнением, это является просто генерированием, генерированием пустого какого-то излишнего умствования, не основанного ни на чем. Но, когда ты начинаешь спорить с научными концепциями, с реально фактическими вещами, я тебе этого не дам сделать, потому что я не те рэпер-идиоты, которых ты зовешь себе на подкасты с ними, это все, и все говорят, ах, нихуя, Big Baby Day у себя берет как бы в кочь и какого-то человека, и он добился таких вещей. Ведь ты не сказал ему, что он идиот, что он дебил, что он как бы тиражирует глупость и так далее, ты ему не сказал об этом? Ты пошел против правды, ты пошел против истины. Я не хочу переходить на личности. Так он идиот, фактически он идиот, рэпер Big Baby Day. Смотри, у тебя все, у тебя идиот, у тебя глупость. Он платит деньги инфомошенникам, которые продают свой инфопродукт и как бы таким образом скамят людей. Это человек идиот? Мне не нужно его научить чему-то или переубедить, я просто хочу послушать, что он думает. Меня это вообще не должно волновать, не нужна никакая моя личная оценка. А зачем ты присутствуешь в кадре, если ты никакую функцию не несешь? Почему ты присутствуешь в кадре, если ты не несешь никакой функции? Все, что ты не можешь понять, и ты не готов... Я не могу понять бред, если ты мне будешь говорить, что люди ходят по небу, я не буду это подтверждать. При этом все твои... Ты плаваешь сам в своих фактах. Ты говоришь 5000 лет. Если это было 7000 лет назад, это уже не является фактом. Значит, ты владеешь уже не фактом, а доводом. И все твои рассуждения построены на этом. На то, что ты сейчас называешь какую-то конкретную цифру, и называешь это конкретикой. Хотя по факту, если это окажется другая цифра, любая, насколько угодно подвинута, это уже конкретикой не будет. Значит, все твои рассуждения не будут... Это просто один из твоих доводов для того, чтобы сказать, что я не прав, а соответственно ты прав. Но это не так. Где-то если я допустил определенного рода неточность, она по сути неточностью не является. Я лишь говорю тебе про то, что неважно, подожди, неважно концепция монотеистического, политеистического или условного сверхсущества составляет 5000 лет или 7000 лет. Важно то, что это краткое количество времени относительно современного человека в том виде, в котором он существует. Ничего не изменится от того, что я сказал, 7000 лет и 5000 лет. Так и в других всех вещах. Ничего конкретно не изменится в том, что я говорю, это все будет тот же смысл нести и дальше. Почему я это говорю? Просто на одном примере, когда ты говорил, что человечество всегда верило в какого-то бога. Я тебе сказал, что человечество верило в того бога, которого ты себе представляешь, такого абстрактного и гипотетическую идею, которого ты выдвигаешь, малое количество лет своего развития. Вот и все, 5000 лет, да хоть 10 тысяч лет, это не важно. Важно тот факт, что, вот тебе маленький пример того, что ты даже не понимаешь, о чем ты говоришь. Знаешь, поскольку это один из камней преткновения нашего спора, я скажу, хорошо, я не буду утверждать, что человечество всегда верило в бога, ты постоянно это тиражируешь, окей. Здесь я как бы... Я никогда не утверждал, что наша цивилизация основана на боге. Я тебе хочу вообще не это сказать. Окей, я допускаю, что... Мы начали это все с бога, с пустых твоих рассуждений абсолютно абстрактные. обстоятельные пустые почему не поэтому вот и все потому что кто тебе другое то скажет по другое но тебе никто big baby тебе не скажет потому что сожалению ты себе гостей условно и какие в каких-то я не знаю так это ли не так получается но как бы ты не встречал на своем пути корресе у какого-то интеллектуального человека ну как бы в общении для того чтобы ты не был его умнее ты как возможно все твои люди которые вокруг тебя тусуются они как бы и тебя принимают за как бы ты точно столько над ними интеллектуально давлее что тебя тебя устраивает это все то есть ни одного ни один из людей кто приходил тебя на подкасты не являлся как бы ты их всех задавил своим своими рассуждениями и так далее ну вот впервые ты встретил человека который тебе скажет что чувство что ты общаешься только с людьми интеллектуально сильно тебя ниже я впервые встретил человека который говорит ну что не точность это не неточность понимаешь вот первое нового эту неразность твою так называемую неточность можно посчитать на калькуляторе поэтому она не является никакой неточностью все что ты говоришь вот эти свои абстрактные не являются абстракции потому что их невозможно проверить воссоздать и даже по остаточным причинам нельзя никаким образом узнать потому что ничего связанная с концепцией абстрактного бога нельзя измерить подтвердить и так далее можно только вокруг этого умствовать и размышлять гипотетически и абстрактно и говорит что вот это все потому что я смотрел эти все видео ты говоришь заученные термины от этих попов на которые приходят с этими попами разговаривает условный николай соболев такой сферический баллад послушай меня послушай меня вот мне сейчас утверждаешь гипотетически опять натягиваешь сову на глупость нет тихо ты делаешь за меня какое-то утверждение я могу вот положа руку на сердце сказать я 10 ну блять лет 10 не смотрел ни одного видео с религиозным человеком хорошо значит все равно эти доводы ничем из того что через какие-то вещи в тебя проникли это вот и просто закладешь эти мысли блять не в голову своей голове ты такой он решил хорошо значит вас таких не очень людей как вам интеллектуальных нет и во всем так делаешь выдаешь свое мнение за факт ничего подобного как бы мое мнение о большом взрыве это не мое мнение о большом взрыве это фактические вещи это событие на что такое событие событие это то что происходило не может быть событием андрей твое мнение потому что ты услышал об этом мнении и мои моие горы конечноخر governing ученого тоже вот из этих ты говоришь опять же при том же читали как скорость их ученый то же самое просто с большей фактологией с большими нюансами расскажет это говорю просто пересказывается речь другого человека и обвиняешь меня в том что я пересказываю речь другого человека хотя этого не делаю ваш не рассказываю речь другого человека которые ты это узнал собственными исследованиях и знанием и общее знание которые то у кого то прочитал который то у кого-то прочитал а которая прочитал подставил под критику и понял что на самом деле она только существует открыть и кучу свою ну слава бога не твой не обладаешь компетенции для критики ну что значит я не обладаю компетенция для критики то есть если ты ко всему подходишь в своих как бы жизненных мыслительных процессах что ты не обладаешь какой-то компетенции под критики по критике то может быть так оно есть возможно именно это как бы часть тебя не дает тебе уже наконец прийти к чему-то ну как бы основательному и понять как происходят процессы я на понимаю чисто происходит процесс я при ну типа не хуже тебя честно не хуже тебя и не пытаюсь кстати поспорить ни с каким из вот этих бытовых научных процессов просто ты мне ничего подобного нет 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 это вот начинается уже не бы я не пытаюсь поспорить вообще не с особенно если обмотать на час назад вязать концепцию мироустройства которую ты сам не знаешь также прочитал ее у других людей и чем она верну потому что доказать ее невозможно потому что только потому что у человека что я прочитал ее доказать невозможно горизонт познания за который он не может выйти до люди могут чего это резервы это чушь какой-то горизонт познать чушь ты говоришь глупости но здесь меня есть вот конечно я не бегу федя я не big baby tape и не рэпер gspd или дат блонд я в моем плане тебе не получится говорить чушь и ничего тебе за это не будет тебе поэтому я сижу здесь с тобой именно именно поэтому зрение являются крайне инфантильными и глупыми ты просто раздуваешь вот эту свою какую-то пустую хуйню и вокруг нее ведешь свои как бы танцы пустого раздуваешь очень сильно уверен в том что она чем-то обозначена я говорю я говорю тебе вещь вот это вот мироустройство вот то мироустройство которым ты пишешь не обоснованы ничем потому что но я говорю банально я тебя спрашивал про момент до большого взрыва ты говоришь тебя это ебать не должно ты еще не знаешь как куда тебе знать про я тебе задаю вопрос на него должен быть ответ если ты оперируешь фактами на него должен быть ответ если ответа нет значит это уже жижа что значит все значит должен быть ответ я тебе с еще рассказал я тебе отвечу на этот вопрос если ты будешь готов с ним согласиться и больше не задавать и продолжать этот вопрос ты отказался я считаю до большого взрыва про большой дожди отчеты чудеска чиж чё ты скачешь под тема ты сначала стиль стойки нет ты перепутал ты перепутал я тебя не об этом спросил приступать когда причина большого взрыва если что тебе факт не говорю хорошо то что было предоставляет в а то что было выучить а причина большого взрыва тебя уже не интересует она тебе недавно же интересует а не хочу отказываться от возможности это критиковать я поэтому говорю ладно не надо типа ну оставимся при своих хорошо если тебе сказать что было до большого взрыва ты откажешься это критиковать или также как поступишь как с причиной большого взрыва а весит от того что это будет в зависит от того что это будет но я так насколько это будет обоснован и я не знаю потому что то что я тебе скажу будут вещи которые ты можешь оспорить пожалуйста но я не хочу это слышать потому что во первых все твои как бы любые доводы которые ты можешь предъявить они несостоятельны меру того что ты не разбираешься в этом всем а как бы слышать как бы условно с ребенком говорит что наука не оперирует куртировать не оперируйте курицу при этом вы что я в чем-то не разбираюсь как это как одно может еще с другим подружить а почему что делает тебя вот компетентным человеком который разбирается который может потому что я как-то делаю теми вещами которые можно измерить ты оперируешь теми вещами которые не то что измерить нельзя которых даже нельзя договориться об общих каких-то пониманиях терминов которые ты используешь потому что ты используешь их крайне вольно крайне беспорядка и предлагал говорится о терминах я предлагал договориться о терминах ты не можешь об этих терминах договориться потому что ты плаваешь в рамках того что я тебе про бога предъявил и и уже там ничего не можешь с этим сделать что-то не предъявил про мужик не всегда не верят не всегда верил в бога я этого не утверждал это что было всегда конечно был а то что человек него верил как то что у людей не было концепция гравитация не значит что не было гравитации то что людей не было концепции бога не знаешь что не туши давая я не хочу и ч bên честно типа ну вот еще раз да там вот этот дисклеймер еще я тебя очень уважаю я тоже тебя очень уважаю подожди подожди ну просто понимаешь ну зачем ты говоришь бред ну даешь вот ты говоришь бред я я должен тебе об этом сказать я тебе могу сказать федя что как бы очень много людей посмотрев эту дискуссию адекватных взрослых и так далее людей не из-за моего какого-то есть если полоску конечно запомни тогда сохранится этот стрим это но тебе бы хотелось наверное чтобы так было что я могу скрыть это и никто никогда не увидит но большое количество людей со мной согласятся и скажет к сожалению что ты несешь чушь бред и а и какие-то очень абстрактные не фактически странные и глупые вещи ни одного факта не озвучил в этом проблема что мы оба не говорим я ничего подобное то может ты про себя ты за себя говори то что ты трактуешь что я никаких фактов не озвучил это для тебя это не факты но они по сути являются фактами стой его не является фактами ты пишешь но может не 5 а 7 но я скажу если ты не будешь критиковать ну вот здесь я не собираюсь как бы продолжать еще генерировать твои какие-то вопросы которые являются абстрактными даже деревяшку не можешь назвать плотной потому что начинаешь доебываться к тому что может быть у нее разные степени плотности или еще что-то такое я говорю что плотные вот это плотности есть допущение мы все да 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 ведь disappointing там допущение это если ты знаешь деревяшка такая же твердая как камень то наверное это ни стоит не случайам причем да где не говорил сравнивать ска мне эти говорят ей говоришь она твердая начинаешь мычать в этот смотря какая деревяшка смотря какая деревяшка ты вот рухлявых деревяшек не трогал андрей не хочу донаты почитать ну что люди все-таки присылали и я просто тоже как бы нет я не тоже федя ты говорила бред и никто тебя об этом я не вижу это все видят при позорив ся в интернете в интернете позориться пожалуйста это вещи я нихуя из хуя ли я позорюсь потому что позоришь мнение позорно к сожалению не назвать ни одного факта вот реально не просто не мочь и по мне позорно говорить человеку я тебя назову если ты не будешь оспаривать потому что я не поставил для того чтобы твоих идиотских этих не видеть еще очередные каких-то дурацких андрей это не условие это просто сомнение в собственный право еще потом ну ты можешь хоть как это назвать как бы понимаешь факты от этого никуда не денется не является фактом вот я говорю это просто типа ты скрываешь сам все давай короче типа подруги друзья смотрите у нас мы 235 стриме мы сейчас дочитаю донат это где-то будет три часа заполните полонте полоску стрим останется как бы не заполните не останется эту хуйню мы смотреть не будем я дочитаю донаты и мы разойдемся почему потому что когда кому-то что то не дано он всегда начинает вокруг этого выстраивать большие концепции объяснять дополнительными какими-то терминами абстрактными философскими ну как бы это это пустой разговор это пустой образом ты пытаешься до меня что-то донести сам нет я ничего для тебя не хочу донести если в твоем почти 30-летнем возрасте ты до себя сам не донес и пребываешь в этом своем таком мистическом и псевдо философском ощущении мира то я могу тебе честно просто только по сочувствовать по сочувствовать не надо зачем этого сочувствия я просто меня это человеческое чувство сочувствия она у меня происходит на даже тебе не надо это как только не допускаешь возможность тебе быть неправым что я не знаю потому что она знаешь почему я допустим не допуская возможности быть неправым потому что я говорю про фактические вещи про конкретные происходившие они абстрактные концепция я его бога же говорила бога сякого бога и так далее окей понимаешь вот почему я почему потому что я говорю четкие вещи а ты говоришь какие-то просто размышления а пусть я просто очень не хочется быть неправым без проблем если тебе хочется так думать ради бога мне без разницы если это будет еще дополнительно развивать твои какие-то собственные концепции которые ты потом с друзьями обсудишь за как бы чем-нибудь там и пригласишь очередного рэпера дебила которые подумают что ты очень умный который размышляют про концепцию верования и так далее пожалуйста пожалуйста ни одного неумного человека нужно обязательно должен быть ты общаешься ты общаешься с дебилами ты задаешь вопрос дебилом я тебе говорю про тот контент где ты упражняешься в своем вот этом философствование пустот взял что упражняюсь там андрея ведущий подкаста о чем-то еще я ведущий подкастой с дебилами андрей ты сам я критикую за то что ты смотришь дебилов каждый я смотрю дебилов но я не уподобляю дебилами всегда критикую дебилов этих и говорю что вот так 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 тут неправильно я не согласен это здорово что ты критикуешь я наверное в этом как бы единственное наше отличие что тебя потому что важно потому что жизнь важно быть правом дело не в том что быть правом когда тебе люди рассказывать всякие охуительные истории ты поддакиваешь им и раздуваешь их как бы концепции как бы глупых людей а любые концепции имеют право на жизнь не только твоя дебилы эти сдохнут эти дебилы виновны в том что мы находимся в том развитии и в том состоянии нашего нашей страны с тобой прекрасно из-за того что дебилы никогда не критиковали с никем из-за этого у нас нет демократии из-за этого у нас нет свободных выборов из-за того что института критики приложивали да потому что люди приходят и никто поперек горло ничего не скажет никто не скажет рэперу big baby tape что он дебил что он идиот что он платит за какой-то там коучинг от мошенников от преступников и от всяких разных других поэтому понимаешь ты ли вот ты лично своим подкастом виноват в том что у нас в россии отсутствует демократия понимаешь вот вот моя как бы генеральная линия потому что ты никому не говоришь ничего против ты абстракт ненько там все облизываешь обсасываешь и не говоришь что типа как бы например условно там никто не говорит маргенштерну я всегда на подкастах говорю что твой орут мошенник твой орут мошенник твой орут мошенник ты никогда никому не говорил что эти люди являются идиотами и говорит говорят они чушь ты ни разу это не подвел можно без оскорбления это говорить можно это а ты только их облизывал обсасывал и давал им витрину для того чтобы они упражнялись в том какие они абстрактные вещи а может мне не надо никогда не было надо никому ничего да и на тебе ничего не надо порассуждать пусто тебе пусто бы порассуждать о том и попусти придумывать свои концепции ни к чему сколько угодно можно кому а я так не считаю а я так не является действием критика является действием критика является ответом на действие дебилов покуда пожалуйста если тебя это ровно так же мысль и на тебя грей если эта мысль тебя греет и так ты себя объясняю факт критика не является действием она не является действием тоже сам тем не менее встать и ударить big baby day по поебалу ты тоже не смог как и критиковать его не смог поэтому про критика не является действием ты единственно сняла ос warming и действий для того чтобы говорить что критика не является действием кана hungry рукам не сделал не действием поэтому 화 вот этот довод который ты говоришь он является абсолютно чушь и пожалуйста я хочу сейчас прочитать донат и потому что люди присылали возможно у них сам продолжаешь ты мне утверждаю что из-за меня нет демократия в россии за тебя нет демократии россии за всех писаний в которых ты плаваешь хочешь высказаться но не можешь тогда не высказывайся так андрей ты просто радикал ты просто ради боится сомневаться который боится что его мнение может оказаться не истинным нет я не пойму так и ничего подобного а ты не радикал ты трус получается я не вижу разницы между трусом радикалом только ты боишься бы начать это же радикал получается если мы с тобой одной крови что ты будешь с тобой одинаковые ты просто хочешь быть лучше меня но мы с тобой хочу читать донаты ну делай что хочешь давай так раз уж по философской теме пошли ответьте пожалуйста на вопрос сколько сисек у козы ротное количество точно не знаю штуки 3 минимум ну вот я об этом uber маргинала слышал что не бывает просто атеистов ты либо баптистский атеист либо православный либо католический атеист ну вот андрей за мой просто 3 смейте убер маргинал много чушь может рассказать вот кстати вы бы на подкасте вполне себе вместе давай еще список дебилов давай назови сразу еще список дебил а кто из последних не перечислить кто на твой подкаст и приходил я тебе скажу кто дебил ну да смоки мол приходил не видел еще подкаста не вышел а ты перечислил подожди ну так ты же подкаст должен выйти как я могу абстрактно говорить ну давай так когда выйдет тогда просто интеллектуальный ты меня считаешь интеллектуальным человеком после ну тебя есть задатки но не в ту сторону не развивается видос откровенно говоря то есть у тебя есть потенция у тебя есть искра желание и так далее ну тебе не повезло с окружить вот из-за того что ты очень сильно заперт и это у тебя проскакивала сегодня на стриме заперт как оказалось на как бы людях что то есть тебе нужен человек авторитетный то есть на авторитетах то есть ты можешь прислушаться только к тому кто для тебя является основного авторитетом вот ты поэтому у тебя вот не получается в правильную компанию попасть но почему мне кажется что а какая что что как будто являться я просто мне не кажется я не знаю я не могу стареть важный авторитет тут есть я знаю какой-то авторитета там хороший писатель и так далее так далее еще какой-то человек он там является для меня авторитетом и как только он скажет какую-нибудь людоедскую тему или еще какую-нибудь глупость прикол шизу и так далее в этот же в эту же секунду его как бы поставлю под эту критику и не буду с ним соглашаться и так далее мне не 15 лет или более того да я когда в школе у меня была книжка альтернативной истории профессора фоменко я сначала прочитал там в шестом был классе на мере 7 ко всеми пиздец как понравился подумал охуеть как это интересно и тут и буквально я прочел книжку и через день я подумал блять хуйня какая-то хуйня какая-то пошел там в интернет или чуть позже или что-то поспрашивал кого-то и какие-то фактические уже несоответствия были в школе учителя истории там спросил и понял что а это шиза концепция это я даже не знал что и так называется это альтернативная история то есть к этому относиться всерьез нельзя даже тогда поэтому но видишь какой авторитет для меня не является авторитетом как только он начнет говорить вещи которые идут против правды против фактического и так далее так далее так как бы фоменко же не является авторитетом но просто того что если кого-то большого мысли эти там не она люди попадают под очарование такие люди харизматиками являются они любят очаровывать и так далее только со мной такое не пройдет но хорошо вот такие как тогда от браковывать то есть ну что просто если человек говорит что-то что вступает в вызывать в тебе как бы неприязнь или противоречия у тебя как минимум должна быть определенного рода как бы это плохо не звучало слова база некие изначальные какие-то воззрения какая-то начитанность каких-то осмыслений каких-то идей и тому подобное а все дальше ты уже должен подставлять под критику того что а если это вот так а почему это вот так а если вот так ну то есть это не какие-то огромные процессы но это обязательно просто я думаю о том что людей ты чё критиковать вот я кстати часто думаю об этом у меня нет желания критиковать людей потому что это на них все равно никак не повлияет ну а зачем мне что и почеченом тогда ничего не делать что ли так не на ничего не делать ну а если смысл в этом как бы какой просто ради кайфа почему почему всегда смысла присутствует пока ты остаешься не безразличным к какой-то условно не правде несправедливости или еще чему-то ты являешься человеком живым когда ты можешь восставать против неправильного ну вот это это и человеческий это человек это проявление человека просто вопрос то правильно ли правильного и неправильного он к тому же с годами тем более как ну если тебе там типа меня наваливает про то что там человечество всегда воевала это нормально когда там типа люди решают свои там какие-то проблемы политические военными методами и так далее чего я не буду критиковать человека я скажу типа чувак ты как бы говна поел кажется вот тебе так-то 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 когда я тебе покажу что твоя концепция абсолютно не актуально и несет лично вред тебе в первую очередь принесет с таким уровнем осмысления так ну цель то какая переубедить человека как-то его воспитать как минимум возникал минимум восстать против неправды просто я вот когда был маленьким или там коле учился ли университете верил в одну сейчас там во многом верю в другое раньше какие-то вещи это нормально это нормально это нормально понт получается просто в самом факте восстания что ты типа не затерпел ничего пока нет или нет почему ну если условно говоря если у ты не развил себя люди разной психофизической обладают внутри себя как бы стержнем всяким если тебе какие-то несправедливости ли еще что-то или как бы против правды когда кто-то идет что-то если тебя не задевает тебе считают это нормальным это просто твоя такая твоё устройство мне правда я слышал от тебя бред и чушь как бы абсолютно какие-то рандомные не системные не 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 вещи которые ну не ничего собой под собой не 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 неся некоторые не несут никакого не знания а является просто каким-то набором рандомных каких-то размышлений я не могу против этого восстать улыбаться тебе в лицо и говори что как ты умно все сказал это будет но подожди секунду всегда же можно сказать просто ну ты считаешь так твое право просто по поводу несправедливости который скажет что ты считаешь так вот как бы и у меня просто это было желание лицемерием и и подлостью сказать что это не так или так не знаю у меня просто не было желание никогда никого переубедить воспитать как-то там доказать что сказать просто восстаю говорю это не так нас как минимум как минимум здесь я так могу сказать нас слушают люди нас смотрят людей и так далее и здесь может быть несколько людей молодых не стабильных в своем ощущении и так далее и так далее так далее они сами будут принимать решения как им жить по какой системе и так далее но я как минимум услышав вещи推 Cues неправильные как минимум выскажу свое и окажу свое противодействие этому всему и не но я не буду потворствовать как бы заблуждение и темно вот раз я себя никогда не считал примером правильного там или какого-то того на кого стоит равняться а вот и там есть вещи фактически одно дело мы какие-нибудь измышления какие-то общие там про справедливость про мироустройства так далее так далее так далее так далее это может быть чем-то где могут быть какие-то мнения есть вещи фактические мы рассуждали с тобой ты говоришь что наука не фактическая игрушка наука фактическая ладнесу и давание будем к этому возвращаться просто потому что мне вот примером никогда не хотелось быть чтобы кто-то там на меня ориентировался чтобы я нес от я вообще не являюсь никакой ответственностью тогда это гражданском в гражданском разговоре я не буду это ты как будто вот твой вот просто я хочу сказать да я не обиделся и так далее так далее но твои размышления относительно моего какого-то внутреннего ощущения так далее они мне оскорбительны а сквот оскорбительные до глубины души ты идешь против ты прочь говоришь такие вещи которые идешь про против внутренней собственной природы против своего существования против всего того за что боролся прогресс человечество ради чего люди улучшали там как бы ради чего там людей сжигали там на кострах там и так далее попы их давили душили ты сейчас и говоришь и рассказываешь про какие-то сладкие концепции того что как мысль про бога на всех привела к чему-то то есть и так далее а это не так эти все мысли эти все абстрактные размышления вели человечество только в темные времена к рабству как бы как бы по вовлечению в всякие процессы негативные и не вела к свету вот я вот я по поводу рабства я бы поспорил потому что рабов сейчас все таки больше чем раньше чем когда-либо сейчас людей в рабстве но вообще наверное меньше потому что как минимум католическая церковь и в принципе христианская церковь обладает меньшим количеством власти над людьми в мире не имеет почти нигде политической власти имеет намного меньше власти как бы движимой и недвижимой и так далее и так далее и так далее это правда что я абсолютно против всего этого иду для меня это не является размышление твои к сожалению не идут против этого всего не я о том что вот ты перечислил из всего того что что у тебя как бы почему теперь кажутся мои там размышления оскорбительными да потому что они идут против этого это это так и есть я не считаю это какими-то достижениями или ценностями меня это но не трогает абсолютно честно как же мощно федя троллить старика бато там модель построена на законах принципах метафизики, а, принципах физики и математики в рамках знаний человека на текущий момент. Эта модель не объясняет, когда и почему произошел взрыв в общем случае. Но есть причины большого взрыва, есть они простые, просто Федорову они не будут доступны и понимают. Тебе нужно на бусте выложить какие-нибудь причины. Эти причины из-за того, что определенное количество энергии бесконечно сжалось, вот это причины. И поэтому произошел большой взрыв. Вот причина самая главная. Что энергия сжалась так, в такую точку, в которой ей больше некуда было сжигаться, сжиматься. То есть она конечно сжалась. Да, бесконечно она. Не, ну если точка-то была... Кто это была за это? И так далее, и так далее. То есть ты задаешь вопросы, на которые есть ответы, но они тебя не устроят. Потому что тебя устроят только то, что ты хочешь, чтобы тебя устроило. Не, ну что ты, я бы доебался до слова бесконечно. Понимаешь, мне как бы это вот... В том-то и дело, что суть-то в том, чтобы вокруг этого устроить пустое мысленье. А не в том, чтобы тебе захотелось понять, как и что происходит. Да, мне просто... Тебе не хочется... Скажи мне откровенно, мне не хочется понимать это все, и как это все пошло. Потому что ты изначально не будешь согласен. При любом раскладе, как бы это ни было. Ты не будешь согласен, Федорс. На самом деле, я думаю, что я задаю как бы такие вопросы и такие рамки, которые нормальная научная как бы какая-то аксиома, да, или какая-то научная... Я не хочу говорить теория, потому что вот, видишь, опять же, теория... Ну это неважно. Теория не означает, что это только теория. Это слово такое. Научная концепция. Концепция. Какая-то научная концепция должна не то, чтобы... Как сказать? Она должна их включать. На самом деле, я говорю вот про ту всю эту божественность, про которую я говорил, про философского бога. Большой взрыв в качестве первопричины, точки отсчета, что и является философским богом, по сути, меня полностью устроит. Меня нет. Я не хочу, чтобы это был мужик. Или, не знаю, Перун там, блядь, какой-нибудь. Почему это тебе не устраивает? Потому что... Ну, потому что я не... Видишь, как бы нету пространства того, что было до. Мне нужно тогда, если уж это... Ты никогда не сможешь понять все, потому что, в принципе, ты всего лишь высший примат, обезьяна, с сознанием и так далее, и так далее. И очень эгоцентрично думать, что ты можешь все понять, но... Я думаю, что я должен стремиться к тому, чтобы все понять. И если это будет для меня обоснованно... Но ты, к сожалению, себя не приведешь к пониманию чего-то там больше, чем сейчас, потому что ты отрицаешь вещи, которые уже конкретно сейчас ты можешь очень даже понять, принять, на них закрепиться и пойти дальше. Ты их не... Как ты можешь пытаться понять что-то больше, если ты уже не хочешь понимать то, что уже доказано, рассчитано, исследовательно и построено на модели. Это хорошо. Я абсолютно не против этого. Просто для меня, я говорю, чтобы принять концепцию большого взрыва как первопричины, без проблем. Просто для этого мне нужно четкое понимание того, что было до большого взрыва. Хорошо, я тебе скажу, что было до большого взрыва. Скорее всего, оно так и было. У этого нет научного объяснения и так далее. У него есть... Вот в этом и проблема. Общее объяснение. И с этим все согласятся. Все согласятся. Даже неважно. Просто нельзя в книжке такие написать, потому что это слишком общо, но это будет сказать. До большого взрыва, вот самый главный вопрос не то, что было до большого взрыва. Потому что по сути, по сути, не было ничего до большого взрыва. Все задают вопрос, почему не было ничего до большого взрыва. Потому что то, что ты являешься, то, что ты понимаешь как что-то, то есть ничто и что-то. Вот что-то это то, что сейчас есть. То, что произошло после Большого Взрыва. Что было до Большого Взрыва, это было по сути, по отношению к тому, что было сейчас, это было ничто. Ничего не было до Большого Взрыва. Но, конечно же, вопрос задается, что тогда, откуда взялась энергия, которая бесконечно сжалась, а потом взорвалась, и теперь Вселенная расширяется. Была какая-то, просто это очень большая условность, допущение и так далее, но я думаю, что, скорее всего, она так и была. Была другая какая-то система пространства, может быть, времени или каких-то вещей, которые заменяли это все. Было что-то иное. Есть концепция мультивселенных, когда во Вселенных она взрывается, поглощает параллельно наше, другую и так далее. По сути, и этим никто не мог, не может. Не было ничего, это как Бог создал все. Все говорят, это есть Бог. Он слава мне такая кричал, сингулярности есть Бог. Нет, это не был Бог. По сути, не было ничто. Но что-то было. Ты не сможешь никогда это понять. Тебе не нужно это понимать, потому что это не находится в пределах того, что тебе нужно исследовать. Тебе нужно исследовать то, что взорвалось, как взорвалось и что после этого происходило. А вот понимаешь, в чем суть-то? Надо было на самом деле все-таки согласиться на твои условия с крестиками за спиной. Потому что смешно-то то, мне сейчас, что мы, и я это не в каких-то примирительных соображениях говорю, мы действительно с тобой говорим абсолютно об одних и тех же вещах. Ничего подобного. Абсолютно. Ничего подобного. Это тебе хочется так думать для того, чтобы свести во идея свои определенные какие-то псевдоинтеллектуальные концепции с реальностью и таким образом забазироваться, закрепиться на науке и сказать, что я просто науку трактую по-другому. Нет, я просто считаю, что тебя триггерит слово Бог. Меня вообще не триггерит слово Бог. Ты можешь придумывать себе. Мне оно вообще в принципе бессмысленно. Потому что очень нравится, когда условные белые люди начинают рассказывать, чтобы он был всегда и так далее, и так далее. Расскажи, это индейцам. Честно скажу, реально искренне. Это чисто. У меня нет сил на повышенных тонах еще один спор. Вот 5 тысяч 5 рублей, как и у подбит прислал, 52 минуты назад. И это топовый донат в данный момент. Просто я к тому, что то же самое, что ты говоришь о том, что есть первопричина. Дай мне договорить. Я понимаю, к чему ты ведешь. Я знаю, к чему ты ведешь. Очень это частый аргумент линьевого разума, к которому прибегают для того, чтобы сказать людям, условно, я себя к ним не причитаю, просто сказать, условно, людям науки и так далее. Мы с вами так-то и далеко. Мы-то в принципе близко. Такая разница, как мы называем один и тот же процесс. Дело не в этом. Так это есть один и тот же процесс просто. Это не есть один. Ты его не понимаешь, этот процесс. Как он может быть одним и тем же? Понимаешь, идея первопричины, идея пространства до первопричины, которая находится за пределами человеческого опыта, и ему непонятно, потому что она на другом уровне бытия находится. Ты можешь называть их как угодно, они все равно будут вещами одного порядка. И ты можешь не соглашаться, что мы с тобой говорим об одних и тех же вещах, но мы говорим об одних и тех же вещах. Ну, нет, это не так. Это просто фактически не так. Мы не можем, ты не можешь твердую деревяшку называть деревяшкой отрицательно мягкой. Это не одно и то же. Это не одно и то же. Нет, нельзя. Ну, так могут всякие пропагандистские каналы говорят, там, типа, отрицательный рост и так далее. Я не вижу смысла сводить это к политике, это бесконечно далеко. Я просто пример, как тебе, очень яркий пример для того, чтобы показать, что это манипулятивная практика, которая порочная. Понимаешь? Мне кажется, в этом разговоре вообще неуместный. Я просто к тому, что окей, я просто, я тебя понял. Меня вот это как бы успокаивает, и я понял, что ты абсолютно на тех же позициях, что я находишься. Ты можешь сколько угодно с этим спорить, но я для себя, как бы, мне все понятно. Я спокоен. Типа, все, респект. Аноним. Федя, получается, по твоему мировоззрению не существует фактов и есть только концепция. Если это не так, можешь ли привести пример того, что ты считаешь научным фактом? Еще раз, сори, я, блядь, зашел посчитать комментарии в чате. Федя, получается, по твоему мировоззрению не существует фактов и есть только концепция. Если это не так, сможешь ли привести пример того, что ты считаешь научным фактом? Ну да, наверное, это так. Но я считаю вот научным фактом, короче, я считаю фактом существования первопричины вообще любого движения во Вселенной. Я считаю фактом считания первопричины. Вот, это единственное, как бы, без этого не может быть никакой другой фактологии, мне кажется. Потому что... Не знаю, что это значит. Лил Труба, за май разбанчати в чате букера ТикТок. Не лил Труба, чтобы ты мне ТикТоки скидывал в чат какие-то, нихуя. Миларат Павич, как критика, не действие? Я думал, что все действие. Ну тогда ничего, не действие, если как бы... Если все хорошие, тогда нет хороших. Здравствуйте, дорогие мужчины, спасибо за такой чудесный стрим на платформе YouTube. Люблю вас целую в хуй. Букер Федя продвигает жвачку ебаную. Занимается тем, что зовет нам подкасты ебаный позор. Давай, позаглядывай в рот Соди Лав, когда он в очередной раз будет говорить тебе о том, как он трахает. Блядь, я реально, знаешь, вот сейчас подумал о том, что как это, как люди на это со стороны смотрят. Я не знаю, вот я смотрю, и мои какие-то люди смотрят, не то, что я их там выписывал, но я смотрю на этих людей, это ужасно. Я не знаю, как там в атмосфере этой происходит, это ужасно, это пиздец. Можно я тебе вот открою один пистый секрет, момент такой, просто, ну, я не знаю, насколько он очевиден. Сейчас, я думаю, могу об этом сказать, чтобы все это понимали. Я никого не зову на подкасты вообще. Я никого не приглашаю. Я никого, как бы, я приглашаю, не, подожди, ладно, я пригласил Пирокинезиса, может быть, Дениса Грязь, по-моему. Ну, Пирыч придет попозже. Я никого не зову, никого не приглашаю. Я, как бы, не то, что даже принимающая сторона, ну, давай говорить прямо, я ведущий. Я обслуга. Да, я обслуга, нет, я обслуга, я говорю, нет, искренне, это правда, я работаю ведущим. Да, на самом деле, если честно, если честно, конечно, я был, я был немножко заведенным, я не считаю, там, тебя, там, во всем виноватым. Просто, к сожалению... В том, что нет демократии. Нет, 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 ты сейчас, ты, как бы, не комментирую и так далее, но... Хорошо, окей. К сожалению, Федос, ты общаешься с дебилами. Оценочное осуждение. Вот, так как бы, я не буду говорить, ты вынужден, там, не вынужден, неважно, там, и так далее, но это, как бы, понимаешь, тебе там есть, где... Не хочется говорить даже тебе, да, там, надеюсь, не обидишься, ну, я и не говорю это, но, в целом, тебе есть там, где людей как-то задать философский вопрос, чтобы они как-то раскрылись и так далее, и так далее, но, в целом, тебе, конечно, не везет, не везет тебе. Я думаю, я скажу так, я общаюсь с видными представителями современной музыкальной сцены, кем они являются... Я не понял, ну, я не понял, это, да, это, вы сами делаете выводы. Ну, то есть, я просто, как бы, мы, как бы, не то, что даже мы зовем, большинство людей, кто, как бы, приходят, они сами приходят, то есть, они, как бы, говорят, там, мы хотим к вам прийти, мы говорим, да, давайте. И большинство людей, которые, как бы, приходят, людям интересно на них смотреть, слушать их рассуждения, как бы, смотреть, какие они люди. Я же, как бы, критикуя их, да, постоянно как-то их, в первую очередь, ты перетягиваешь внимание на себя. Мне кажется, что это, ну, я не то, чтобы оправдываюсь, я, наверное, действительно, да, человек достаточно такой мягкий, как бы, который редко готов людей критиковать, только если они уж не полную хуйню какую-то говорят, когда, там, ну, знаешь, уже странно становится, иногда проще сказать, да, окей, как ты считаешь, без проблем. Ну, есть, понимаешь, люди верят в разные вещи, мне кажется, невозможно некоторых, блядь, переубедить. Ну, вот говорит мне Олег Манекен, что он считает, что Бог его наказал за то, что он слишком высоко вознесся в футболе, и Бог его наказал и отнял у него карьеру. Ну, зачем мне с ним спорить? Что мне ему сказать, что это не так? Если человек в это верит, он не перестанет. Я сказал, думаю, что, типа, почему ты так считаешь, там, ну, не знаю. Нет, понятно, что я бы сказал, а ты бы так не сказал. Но, в целом, это как будто такая тема именно для размышлений, где можно, как бы, сказать, она не токсичная, ты не называешь мудаком человека или, там, плохим человеком. Как бы людям интересно просто, какой этот человек. Я же не то, что с ним соглашаюсь или не соглашаюсь, я просто не... Ну, людям ничего не интересно, людям интересно посмотреть что-то, что интереснее, чем другое что-то. Ну, пусть смотрят. Я думаю, что они сами могут сделать выводы, если там какой-то человек, знаешь, говорит, что, блядь, земля плоская или что там... Я думаю, что есть запрос какой-то аудитории. Ну, как бы... Слушай, ну, нет, все, кто приходят, люди часто говорят, о, первое, там, интервью с этим, первый подкаст с этим, до этого этого не звали, позовите этого, интересно сказать, что он скажет. Люди, я думаю, в меньшей степени хотят смотреть на меня, и поэтому зачем мне, как бы, проецировать постоянно свою, там, личность или отношения. Я могу, говорю, если меня что-то прям разъебало, да, там, взбесило, и то, ну, это редко, правда, бывает. Только когда вот там трил пил, да, стал что-то мозги ебать, а так, пожалуйста, как бы, что как, ну, пусть люди сами делают, как бы... Привет, вопрос Ханза Мая. Когда мы говорим, что что-то правильное, а что-то нет, не берем ли мы слишком много ответственности на себя? На основании чего вы говорите, правильные стеоли иные мысли? Ну, я беру на себя, да, ответственность, сказать, что правильно, что нет, иначе нахера я нужен, если я буду говорить, что... И то это можно понять, как бы, я могу залезть в условную любую шкуру, понять, как человек мыслит при каких-нибудь том, что он решения какие-то свои, какие-то губительные принимает и так далее. Я могу примерно осмыслить и не кидаться говном, но я говорю, что я не принимаю эти решения, считая их ошибочными, вот так-то, 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 это не так, это не так, это так. Вот и все. Я беру на себя ответственность, да, ты можешь не согласиться, я никому, в принципе, ничего не могу навязать, потому что мы находимся в пространстве кого? У меня нет никакой власти, я ни на что не влияю, ну, как бы, я влияю в целом, в общем, как маленькая капелька и так далее. Ну, в целом, как говорят, никого заставить сделать что-то там, по-моему, не могу. Я могу только сказать свое решительное это и решить. Если еще тут говорить вот это все, а что правильно, что нет, много ответственности, нет, я не буду играть в эти интеллигентские какие-то мысли и, типа, поведение такое, что, о, нет, у каждого своя правда и так далее. Это, ну, это нет, я так не буду делать. А ты, Федор? Буду ли я? Ну, наверное, буду, ну, как бы, есть же, знаешь, как сказать. Мне кажется, то у человека, у человечества вообще в целом, типа, вот, большие проблемы с этими вот базовыми понятиями, там, с объективностью, с познанием, с собственными возможностями. И, блядь, да, пожалуйста, что угодно, знаешь, я, как бы, я не до конца, наверное, уверен в, не то, что в собственной правоте, а в собственной, как бы, адекватности и возможности рассуждать. Ну, почему ты так себе сильно не уверен, почему, нет ничего в мире супер, на самом деле, суперсложного, в чем бы нельзя быть уверенным. Не в сложном, я просто, слушай, ну, я правда, как бы, ну, вот, относительность, относительность общая, типа, взглядов, ну, есть, я прекрасно понимаю, что я не могу посмотреть на мир как другой человека, что люди могут видеть одно, смотреть на одно и видеть разное. Я, блядь, ничего с этим сделать не могу, и когда вокруг, ну, огромное количество людей, которые, как бы, опять же, то, о чем ты говоришь, говорят, что белое это черное, например, я с ними абсолютно не согласен, я это абсолютно по-другому вижу. Я начинаю задумываться, а можем ли мы в целом претендовать на что-то, что, как бы, на общую идею для всех. И если таковой нет, если все люди не могут, блядь, согласиться даже в чем-то одном, то, как бы, а в чем смысл-то, как бы, какой, вот этот, понимаешь, эти шутки, не все так однозначно, все относительно, у каждого своя правда, блядь, дохуя часто так и оказывается, дохуя часто так и оказывается, что одно не является тем, чем оно казалось, понимаешь, что, как бы, факты изворачиваются, события принимают вообще другой оборот с течением времени. Я согласен, если этому есть исторические события какие-то, исторические события, которые политизированы, там, и так далее, тому подобную, конкретные вещи, там, условно, там, Франза Фердинанда считается, что этот убил, а на самом деле его убил, там, другой, и так далее. Да, часто бывает и так далее, но есть вещи, которые очевидны и нет никакого смысла и ошибки в том, чтобы неправильно их трактовать, это физические, как бы, какие-то константы, математические модели и так далее и тому подобное. В этом нет никакого умысла. Мы можем относиться специфически к политическим решениям, которые вот сейчас находятся там и так далее, они могут быть разными или еще что-то, но ты, как бы, думая, видя примеры конкретные, которые могут быть очень неоднозначными, там, очень, как бы, определенного рода заряженными и так далее, переносишь это на все вообще. Ну, это неверно. Никто не бьется над научными вопросами, которые кто-то бился, не мог доказать теорему Ферма, потом ее доказал, но в рамках идей, в рамках концепций интеллектуальных и так далее могут биться, потому что это вещи, вещи очень субъективные, специфические, относящиеся к аппарату мышления, определенным традициям, всяким к подходу концепциям, как бы, к аппарату языковому, которыми эти концепции исследуются и тому подобное. Но, это опять-таки еще раз, они бьются над этими, да, но надо разделять, что научные вещи многими людьми доказаны, передоказаны, исследованы, сделаны модели, измерены и это все, что есть. То есть, понимаешь, самолеты по гегелевской логике не летают, они летают из-за того, что люди, как бы, вот, сформулировали физику, как бы, процессы происходящие, поняли, как это все делается, как летают самолеты и так далее, и так далее. На логике гегеля никто не летает, это применение в другую сторону, но ты споришь с наукой и не понимаешь, зачем это делаешь. Да, я не то что, я не спорю с наукой, я здесь скорее спорю с тобой, и мы спорим, ну, как мне показалось, спорим, в итоге говорю об определениях, а не даже об принципиально разных концепциях. Короче, да действительно не в этом, заканчивая мысль, мне просто, я вижу, что столько великих умов не могут ответить на какие-то вечные вопросы, во-первых, плюс я вижу, как бы, мир, в котором мы живем, да, вот этот постинформационный, когда, как бы, размыта граница правды, и, по сути, правда, на самом деле, никому не нужна. И когда вокруг хуярит такое количество информации, которое, да, там, человеческий мозг просто на грани, да, ты не должен с таким количеством людей общаться, такое количество информации переваривать. Тем не менее, это никак не меняет то, что к науке можно просто довериться и относиться, полностью воспринимать, это никак не отменяет того, что ты можешь размышлять над категориями Хайдеггера, там, или еще кого-то, там, Сократа, Досократиков и так далее. Нет, ну, ты споришь с очевидными, я не понимаю зачем. Я не то, что, как бы, как сказать, Андрей, я на самом деле, ну, честно, я, может, сначала так не показалось, или я это не донес, могу тебе сказать сейчас, я не пытаюсь это оспорить ни в коем случае, я не спорю с этим. Это так же абстрактно, так же с допущениями и так же не доказано, как условное размышление про Бога, там, или еще что-то. Понимаешь, я спорю с вот этой вот некой радикальностью, как раз-таки претензией на абсолютность, сказать, что есть что-то, что является фактом, и оно никак иначе быть не может. Я в такие вещи вообще не верю, я не могу себе, ну, то есть я просто не верю. Ну, как ты не можешь верить в стул, на котором ты сидишь? Он фактически существует и фактически на тебя влияет. Пускай, ну, типа, я не о стуле говорю. Это и есть тоже, это и есть наука, стул, на котором ты сидишь, это наука, это то, на что ты опираешься и чему ты можешь доверять абсолютным образом. Потому что это не сфера каких-то там допущений и разных всяких интересных концепций, как твой стул осмыслить. Я думаю, что, как бы, есть пространство, рассуждение, да, блядь, ну, какое-нибудь культурное, в другой культуре, понимаешь, это бы там стулом не являлось и не называлось. Ну, короче, я к тому, что, блядь, да совсем, если совсем можно поспорить, если все можно оспорить, если нет ничего, как бы, ну, я считаю, мне кажется, что можно поспорить. Ты не сможешь с 60 минутами поспорить. Ну, это же условность некая, как бы, на основе циклов солнечных. Это условность, это таким образом люди записали фактически физический процесс, который происходит в этом. Времени, может, в принципе, не существует, но оно, как бы, оно есть. Ну, вот, понимаешь, то есть, если мы говорим о времени, как в целом, ну, это же надстройка, да, которую, как бы, мы, люди несовершенные, придумали для того, чтобы какой-то процесс... Ты можешь измерить конкретно, что, типа, солнце вращается, там, в течение такого-то времени, там, а земля вращается, там, в течение такого-то времени. И нет никакой погрешности, вот, в этих солярных цифрах. Ну, она не настолько, она не такая огромная, это погрешность, и все уже высчитано до, там, самых мельчайших этих, для того, чтобы это все отвергать и говорить, это ровно такое же, как размышления о Геге. Не, оно, безусловно, не ровно такое же, потому что оно более конкретное, но суть в том, что я-то пытаюсь что донести, что вот это количество погрешностей в каждом, в каждом, в каждом таком моменте накапливается и отводит нас все дальше и дальше от реального положения вещей. И поэтому подобные штуки становятся не полностью абстрактными, но они не критически точные. А если мы говорим об абсолютности какой-то, то нам важна точность. И покуда этой точности нет, я не могу полностью доверять таким. То есть я могу... Она есть, я тебе говорю, она есть эта точность. Нет, я могу это принять за условность, вот, в обществе, в котором мы живем, что у нас так принято. Она есть эта точность, все тебе дадено, просто ты не хочешь согласиться с тебя, ты говоришь, это не та точность, которая мне нужна, и вообще это не хочешь. Но если так на все подходить, то, так конечно, тогда ничего нет. Нет, ну я к тому, что мы же претендуем, да, вот, ну как бы с точки зрения научного познания на абсолютность этой точности, что вот так и никак иначе. Но на самом деле, я говорю, во многих, во многих вопросах есть иначе. Многие вопросы научные опровергнуты со временем. Я не говорю, что это... Ничего подобного, что за чушь. Ладно, я хочу дальше продолжать считать. Ну ладно, мы опять сейчас будем спорить. Бутик, ты же был до большого взрыва, просто раскрой секрет. Я уже раскрыл. Вопрос к Феде из Амая. В вопросе, что было до взрыва, почему вы не учитываете вариант закольцованности Вселенной и Времени? Такая теория, кстати, провергает второе доказательство Фомы Квинского от причинной связи. Возможно ли закольцованность? Ты мне скажи, Андрей, как научный человек, как человек науки. Возможно ли закольцованность Вселенной? Закольцованность Вселенной и Времени? Не знаю, нет. Я не понимаю, надо ему конкретнее объяснить, что значит закольцованность. Что значит, все повторяется, значит, есть и прошлое, и будущее. Значит, можно попасть в прошлое, если есть закольцованность некоторая. Ну так и получается, да, что как бы вот пространство, бублик. Вселенная – это бублик, и мы там носимся, тела некие какие-то. В пространстве носятся, и они вот догоняют сами себя, да, по этой как бы логике. И все время, ну... Есть теория, что Вселенная появилась от схлопывания сверхмассивной черной дыры в конце ее жизненного цикла, и вместе с собой, помимо антиматерии, она зассала материю, находящуюся рядом с ней. Ну, понимаешь, вот что такое антиматерия, например? Ну, вот как, это же просто типа построенная от обратного материи, да, какая-то некая... Ну, это не так, то, что она так называется, у нее есть физическое объяснение. Да, только где композитора, посещали ли концерты такой музыки. Есть антиматерия, потому что это не материя, это другая, как бы, что так называется она. То есть, ну, мы допускаем, что как бы все в мире, да, состоит из материи, из какой-то определенной субстанции, но есть еще субстанция, да, как бы другая, как бы отличающаяся от нее принципиально. Ну, да, да, типа того, да. Ну, то есть, она как бы существует вне, как бы параллельно, то есть, не в вот этой системе материальной вселенной, скажем так. Да. На самом деле, вот этой темной темной, и все же, витал – варень.